Значит, сегодня у нас выступает Кира Константиновна Белостоцкая, и ее выступление называется «Воспоминания о гагаринском времени». Но перед этим мы дадим слово Сонне Кугел. Пожалуйста, Соня. Виталий, Соня, надо включить микрофон. Микрофон включить нужно. Так, слышно? Да, пожалуйста, пожалуйста. Значит, я просто хочу несколько слов сказать перед тем, как Кира будет выступать. Просто ее представить, потому что это моя... Кира моя близкая подруга. Мы с ней дружим со школьных лет. Мы учились в одном классе, мы одноклассники. И так получилось, что эта дружба оказалась пока пожизненной, потому что перерывов наших дружеских отношений не было, несмотря на разницу, может быть, путей каких-то, которыми мы шли. Я просто хочу сказать, что сейчас Кира работает в ОКБ МЭИ. И работает она там уже больше 60 лет. Это ее единственное место работы, из которого пока ее не собираются отпускать. Она работает и сейчас. Значит, она... То есть востребована и сейчас на своей работе. И я просто хочу сказать, что Кира одна из тех четырех женщин, которым Королев не препятствовал, то есть разрешал работать на стартовой площадке. Кира Антенщик, она все сама о себе расскажет. Я только хочу сказать, что она рассказала и всем о себе, о своей работе, в своей книжке, которая вот сейчас идут ее... Там в Москве презентации ее книги идут. Значит, она написала о своем ОКБ, о своей работе, о людях в ОКБ. И книжка так незатейливо, но искренне называется «Как же мне повезло». И эта книжка светлая, говорит, как бы честно говорит обо всем, обо всех делах, которые происходили. А знает она много, потому что она по существу у истоков космической эры, гагаринского времени, как она говорит, называет. И эпиграф в своей книге она взяла из конфуция, который говорит, что выбери, в котором говорится, выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Именно так Кира и относится к своей работе. Вот. Она готова ответить на все вопросы, поскольку как бы из первых рук все это будет идти. И, значит, еще хочу добавить, извините, я просто сбивчиво говорю, потому что столько уже наволновались с включением. Вот. Хочу добавить, что Кира состоялась не только в работе, но и в своей семейной жизни, в своей семье. И у нее замечательный муж, который ее помощник, с которым она училась вместе в институте. Они живут уже тоже больше 60 лет. У них две дочери, три внучки и две правнучки, одной из которых уже 15 лет. Ну, а если говорить о семейной жизни, то муж, с ней одной профессии, и он помогает ей во всем, всю жизнь, и в быту, и в работе, и советами. В общем, вот и все, что я могу о Кире сказать, остальное она расскажет сама. Соня, у вас, по-моему, книжка есть рядом, может, вы обложку покажете. У меня книжки нет, Кира, у тебя есть книжка рядом? Кира покажет. Сейчас, хорошо. Кира покажет, если Кира что-то скажет, какое-то слово, мы ее увидим крупным планом. Да вот книжку. Я книжку показываю. Хорошо, а я пока делаю заставку, и Кира сейчас начнет выступать. Спасибо, Софочка, ты все про меня так хорошо рассказала. Да уж, хорошо. Могла бы лучше. Ты хотела дочку показать еще, да? Забыла? Дочка есть, я покажу сейчас дочку. Хорошо, Виталик, ну, потом можно. Сейчас я дочку покажу. Да, ну, тут моя дочка маленькая, она как раз сейчас, вот, ее Владик, муж мой сфотографировал, а меня в это время не было, я была на паригоне. Вот тут подписи Гагарина, Титова, Николаева, они приходили к нам в гости и видели, всегда на тумбочке стояли фотографии моих детей. Вот, Комаров Володя написал маленькой Аленушке, быть всегда здоровой и умной. Ну, и дочка действительно выросла очень умной. Вот, она сейчас очень состоялась тоже в работе. У нее тоже дочки замечательные две. Ну, у нас как-то все девочки в семье, одни девочки, но у нас хорошие зятья. Так что ничего, все компенсируется. Хорошо. Одна дочка сейчас в Бостоне, преподает в университете в Бостонском. Она психолог, замечательная тоже девочка. Замужем за англичанина. Вот. Очень хорошие. Я их навещала, вот до пандемии успела съездить. Очень дружные, хорошие ребята. Ну, теперь к делу, Кира. Можно, я начну, да? Да. Можно уже? Да? Пожалуйста. Пожалуйста. Конечно, конечно. Да. Вот, значит, мы так договорились, что заголовок моего доклада будет «Воспоминания о гагаринском времени». Но я хочу сказать, что гагаринское время началось гораздо раньше, чем полетел Юрий Алексеевич. Поэтому я хотел бы начать немножко с истории. Вот потому что этот полет Гагарина мне видится как огромный айсберг, на вершине которого действительно стоит наш Юра. Но у айсберга очень маленькая надводная часть и огромная, большая. И вот я хочу сегодня заглянуть сначала в эту огромную подводную часть. Дело в том, что именно в подводной части основа его полета. Это Сергей Павлович Королев и его знаменитая ракета Р-7. Это ракета, вот Сергей Павлович Королев. Вот как раз в те годы, видите, на фоне такой степи, это в Тюратаме, фотографии как раз на полигоне. Значит, Сергей Павлович, он разрабатывал баллистическую ракету, которая должна была от Тюратама, то есть из Казахстанских степей, долететь до Камчатки. А потом и межконтинентальную ракету, которая уже долетала до Тихого океана. Но он мечтал о спутнике. А пока ракета Р-7 шла очень тяжело. И когда была первая серия ракет представлена военным для того, чтобы они ее приняли на вооружение, аварии шли за аварией. Первая ракета ушла со старта, но на 200-й секунде она взорвалась. Вторая ракета вообще не ушла со старта, не могла подняться. Ее пришлось горючее все слить и ее убрать со старта. Третья ракета полетела немножко больше по времени, 400 секунд, но тоже взорвалась и развалилась. Четвертая, она хотя и долетела до Камчатки, но головная часть ее на высоте 70 сантиметров разрушилась. Вот это показана на стартовой установке именно ракета Р-7, 8К-71. Такой ее был шифр. И пятая ракета тоже долетела до Камчатки, но головная часть тоже разрушилась уже на высоте 10 километров от земли. И военные сказали, что они кончают испытания и принимать эту ракету на вооружение, конечно, не будут. Но из этой партии остались две ракеты, и они военным уже были не нужны. Тогда Сергей Павлович понял, что, наверное, вот сейчас совершенно не штатно, совершенно не во время, в которое планировалось запустить спутник, а спутник и американские ученые, и наши ученые готовились запустить к 1958 году. Этот год был объявлен геофизическим, и все усилия и наших ученых, и американских были направлены на то, чтобы в 1958 году как можно раньше друг друга запустить этот спутник. Он готовился, большой спутник у нас, он потом был третьим. Вот, а тут остались две ракеты. Тогда Сергей Павлович поехал к Никите Сергеевичу Хрущеву, взял себе в помощь Келдыша Мстислава Всеволодовича, это главный теоретик космонавтики наш, академик, и они поехали к Хрущеву. И договорились, что Хрущев даст добро на то, чтобы, значит, эти ракеты отдать Королеву. Но что значит даст добро? Это значит даст деньги на то, чтобы эти два запуска были произведены. И вот буквально за два месяца мастера, механики, вот сделали такой шарик. Он маленький, у него всего 57 сантиметров в диаметре. И что туда могли поставить? Туда поставили передатчик и батарею, которая его питала, и вот эти четыре усика, для того, чтобы он произнес вот знаменитый бип-бип, который слышал весь мир. Значит, этот, но не было здесь ничего, больше никакой аппаратуры, чтобы понять, что он вышел на орбиту, что он нормально летит. Но ракета Королева была настолько мощной, что вместе с запуском спутника на орбиту был выведен и центральный блок ракеты Р-7. А на нем была как раз аппаратура нашего УКБ МИИ. Это была телеметрическая аппаратура и траекторная. И вот именно этот блок, он летел все время, ну, толкатели вытолкнули спутник, но блок летел рядом со спутником. И именно по телеметрии и траекторным системам, которые, значит, работали на наземные станции вдоль всей трассы были установлены наши УКБшные станции, вот, значит, следили за тем, что спутник выведен на орбиту и что спутник нормально летит по своей траектории. Вот, ну, понятно, что мир взорвался, мир взорвался. И успех, конечно, был огромный, и приоритет Советского Союза. И Хрущев уже тоже понял все это и захотел, поставил совершенно невыполнимую задачу перед Королевым. А Королев поставил задачи и перед нашим главным конструктором, нашего УКБ, и перед другими главными конструкторами. Через месяц именно по традиции, как у нас было принято в Советском Союзе, к 40-летию годовщине Октябрьской революции, запустить еще один спутник, раз оставалась еще одна ракета. И что-то такое должно быть быть еще что-то необыкновенное. И вот тогда можно уже вторую или следующую картинку сделать, Виталий. Было предложено запустить собаку. Вот этот памятник собаке Лайке, он стоит во дворе Института медико-биологических проблем, которые готовили как раз эту собаку к полету. Кроме того, что, значит, решено было запустить собаку, но вся аппаратура, которая работала тогда на ракете, она не была приспособлена для длительного существования в космосе. И пришлось очень много и срочно, в течение месяца дорабатывать. И я помню рассказы, что у нас люди спали на столах буквально, и день и ночь шла работа, потому что электромеханические преобразователи надо было заменить транзисторами. А вы знаете, тогда еще транзисторов только были опытные партии, их не было. И вот наш главный конструктор буквально в кармане привозил эти германиевые триоды для того, чтобы их поставить в аппаратуру. И в истории транзисторов записано, что первые полупроводниковые элементы, первые полупроводники были запущены именно, значит, в ноябре 1957 года на нашей аппаратуре, на аппаратуре ОКБ. Вот. Ну, значит, медики, конечно, были в восторге. Дело в том, что контейнер лайки был поставлен на центральный блок, где была вся наша аппаратура телеметрическая. Поэтому медики, значит, видели, как собака дышит, как у нее бьется сердце, как она переносит перегрузки. Именно после ее полета уже стало очевидно, что в космос может полететь человек. Ну, прошло всего три года, и в космос действительно полетел Гагарин. Нобелевский комитет обратился к нашему правительству с просьбой рассекретить имя главного конструктора, с тем, чтобы вручить ему Нобелевскую премию. Но наше правительство отказалось рассекретить его имя. Это было, конечно, очень обидно за Сергея Павловича. Но премию он это не получил. Кстати, после полета Гагарина второй раз Нобелевский комитет просил рассекретить его имя, чтобы дать ему еще вторую премию. Опять наше правительство отказалось это сделать. И это было, на мой взгляд, это было жуткой несправедливостью. Вот я, так сказать, вот такую историю перед тем, как рассказывать именно уже о Гагарине, в общем-то и о моей работе, поскольку я уже была очень сопричастна к этим запускам. Вот я хотела на этом кончить вот такую историю небольшую. Вот теперь начало моей работы. Ну, Сонечка уже сказала, что я окончила радиотехнический факультет Московского энергетического института. Причем тогда мы все были подвержены, значит, распределению и должны были отоработать три года. Вот на меня была заявка от другой организации, но Алексей Федорович Богомолов, который был руководителем нашего ОКБ и который нам читал лекции, принимал на нас экзамены и нас хорошо знал, он буквально за полгода до того, как вот это распределение бы произошло, он принял меня и еще несколько ребят на работу. И таким образом распределение мы избежали. И с 1 января 1958 года я была зачислена инженером, хотя еще диплома у меня не было. Я была зачислена на работу в ОКБ МЛИ. ОКБ – особое конструкторское бюро. Это потом, это первая, вот эта фотография уже потом будет, Виталия, это первая моя поездка в степи на Балхаш. В общем, Алексей Федорович был очень, он академиком стал потом, он был очень изаурядным человеком. У него было собственное представление путей развития ракетно-космической техники. И он давал задачи своим сотрудникам такие, что когда Сергей Павлович спрашивал, Леша, а ты вот мог бы вот это? А он говорит, а у нас уже есть. Правда, он иногда лукавил, у нас еще не было, но у него за спиной стояли очень талантливые сотрудники. Королев называл их мальчики Богомолова. И он всегда верил, что у него тыл очень крепкий и что мы действительно все сделаем. Ну так вот. Значит, и вот я пришла в ОКБ. Почему-то меня направили на антенны. Почему? Потому что антенны, тогда же не было ни программ, чтобы рассчитывать их, и компьютеров не было. И поэтому никто не хотел идти на антенны. Это надо было работать на улице, ну на таком небольшом полигоне, который у нас был. Кстати, сейчас это уже Москва, там где был этот полигон, сейчас это Первомайские улицы, 15-е, 14-е. И был такой маленький полигон, на него надо было добираться от конечной станции, а станция конечная была Первомайская, надо было еще долго ехать на автобусе. Но неважно. Факт то, что и зимой, и летом надо было работать на улице. Там были построены вышки, на одной вышке передающая систему, на другой приемная, и две антенны. Одна из них контрольная, другая разрабатывалась и исследовалась. Поэтому лучше все хотели заниматься схемой техникой, сидеть в теплом помещении с паяльником в руках. А дефицит антенщиков был. И вот меня, значит, отправили на антенны. Ну, меня еще несколько ребят, которых Багомолов взял. Дефицит был в антенщиках. И мой первый рабочий день был очень такой оригинальный. Значит, поскольку, кроме... До меня девушек-антенщиков не было вообще. Был только чисто мужской коллектив. Кстати, и долгое время, пока не появились компьютеры с программами, я была одна среди мужчин. И вот я переступаю порог лаборатории и слышу такой язычный голос, который говорит, ну вот, Борис... А Борис от начальника лаборатории, Борис Алексеевич Поперечник. Ну вот, Борис испортил наш мужской коллектив. Взял бабу. Вот с такими словами я вошла. Ну, поздоровалась. Но дальше было еще интереснее. Вот этот же мужчина с громким голосом сказал, надо бы тебя зарядить кабель. И да, у меня такой толстый кабель, я как сейчас его помню, R6 такой, и разъем. Ну, я уже это делать, конечно, умела. Поскольку практика была, ну, я тихонечко, значит, взяла, обрезала плеточку, поставила в стулку, расчесала, значит, эти проволочки, поставила сухарики. В общем, запаяла, припаяла, значит, штырек и закрутила разъем. Хорошо, крепко проверила. Этот мужчина, потом оказался моим большим другом, этот техник Володя Брилев, он взял, значит, разъем, подергал его, покрутил. Да, действительно, он был хорошо заряжен. И к моему ужасу взял тесак и вдруг его отрубил. И говорит, вот теперь разряди и заряди снова. И так мое мучение продолжалось до тех пор, пока он не зарубил весь кабель. И вот после этого экзамена я была принята в антенное братство. А у антенщиков действительно было братство. Вот знаете, другие лаборатории, да, дружили люди, конечно, были замечательные отношения, но у нас было братство. Почему? Потому что как можно оказаться сразу на двух вышках, когда на одной ты сидишь, а на другой кто-то должен, значит, нарисовать диаграмму от антенны. Значит, кто-то тебе помогает. Как можно было запаять цилиндр, который имитировал как бы блок рахеты, и его придерживать, и паять, это тоже нужно было обязательно вместе. Ну, затащить тяжелый прибор, затащить на вышку, затащить макет тяжелый на вышку. Мы помогали очень друг другу. Я вообще скажу, что когда я начала работать в УКБ, я училась вот не только премудростью нашей наухи, антенной, радиотехнической, я училась жить в коллективе, помогать. Мне помогали. И я тоже старалась, если могла, подставить свое плечо. Вот это действительно замечательное было время. Это было время, когда люди, во-первых, были очень доброжелательные, отзывчивые, приходящие на помощь. Удивительное время было. И вообще, я скажу, что первые же наши сотрудники вышли из истоков радиотехнического факультета Московского энергетического института. Тогда еще заведовал кафедрой Владимир Александрович Котенников, это президент Академии наук, будущий наш. И он такой климат создал в УКБ и на кафедрах. И как-то Богомолов, который принял его эстафету, он тоже старался это поддерживать. Был очень демократичный человек. К нему можно было прийти в кабинет в любое время, если у тебя какая-то вдруг идея возникла или какие-то проблемы. Не надо было, как сейчас, забиратратившиеся организации, где надо было заранее записаться, когда были приемные дни и какие-то руководители. К нему можно было пойти в любое время. И он садился, выслушивал твою идею и иногда ее так обрабатывал, что уже она шла так сказать в жизнь. Поэтому это было удачно, что я попала в такую организацию. Ну ладно, дальше была моя первая антенна, которую значит конечно мне подсказали, я ее сделала. Это была антенна бортовая на ракету Лавочкина. И вот я поехала в Химке, где находилась и сейчас находится организация Лавочкина. Сейчас она НПО имени Лавочкина. Я поехала на настройку. Ну, с настройкой я справилась, нормально. Потом рядом еще была организация Грушина, где делали не ракету, а противоракету. и туда тоже поставили мою антенну. А после этого я спустилась, как говорится, с небес на землю и стала заниматься антеннами фазометрической системы, очень точной фазометрической системы Висла, которая потом стояла по всей, стояли эти станции по всей трассе полета и спутников и космонавтов, которые давали точные координаты и движения космических аппаратов на орбите. Вот. И, значит, опять же, опять же, забавный случай. Значит, мне поручили разработку этой антенны с улучшенными характеристиками, которые были раньше на станции Иртыш. Ну, конечно, фазовые вообще разработки, потом мой друг написал, уже который год кошмаром какие снится о центре фазовом последняя страница. Действительно, я сидела, мне было как-то еще не врубилось я в эту систему, было грустно. В это время зашел к нам в лабораторию руководитель этой темы Кузнецов Леонид Иванович. Он был очень расстроен, потому что почему мне поручили разработку этой антенны? Потому что в аспирантуру ушел старший мой товарищ, который, конечно, много лучше меня разбирался и понимал фазометрию. И Леонид Иванович спрашивает, а кто будет теперь мою антенну делать? Вот Аркадий ушел в аспирантуру. Мои начальни говорят, вот она, Кира Белостоцкая. Что? Эта девочка? У него даже щеки покраснели от негодования. Он повернулся и ушел. Ну, я совсем тогда сникла, но опять рядом были умные, добрые, хорошие мои товарищи, сотрудники. И потихоньку, потихоньку я врубилась в это дело. И, в общем, дали мне еще в помощники тоже замечательного человечка, Ванечку Иванова, который был в плену, потерял родителей. Ну, очень был добрый и умница большая. И вот мы с ним эту антенну сделали. И так был готов борт, как говорится, антенна на борту ракет Лавочкина и Грушина. И была готова станция. И мы отправились в первую командировку. Мы отправились в первую командировку, в голодную степь. Бэтпак Дала, так она называлась по-казахски. Вы знаете, я не знаю, где вообще и когда лучше ехать вот в эти голодные степи, что в Тюратам, что на Балхаш. Вот это было 250 километров от Балхаша на запад. Вот эта станция должна была развернуться. Вот. Видите, здесь на фотографии начальство позаботилось о нас. Мы все в полушубках, нам всем дали ватные меховые брюки. Вот я в шлеме стою, теплый шлем, рукавицы, унты с унтятами, но они у нас в рюкзаках. Вы знаете, и, конечно, одежда была очень теплой, но брюки, они у меня буквально у горла, они были мне очень велики, застегивались буквально в горло, но тем не менее было тепло, потому что опять я антенщица, и я работала именно на степи зимой, целый день на воздухе, целый день на прекрасном воздухе на улице. Вот. И вот, значит, мы поехали на разбивку и на установку этой станции. Ребята сидели, значит, внутри, под землей в аппарелле, а я на улице. Мне надо было, значит, разместить на, как я объяснить вам, значит, таким крестом стояли антенны на кончиках креста, а между антеннами расстояние 120 метров ставились антенны. Вот. Ну, благополучно, это все прошло, но я хочу немножко сказать об условиях. Конечно, условия были тяжелые. Я думаю, мои дети, они просто с ужасом бы не смогли бы, наверное, поехать. Но, знаете, мы были дети войны. Мы уже и мерзли, и голодали. Я, например, в эвакуации была с мамой, с мамином заводом, который вывезли в Томск, в Сибирь. Я падала в обморок от голода, и я замерзала, потому что у нас была маленькая печурка, которая дымила. Поэтому, в общем-то, ну, я принимала это как, ну, как должное. Поселили нас в дощатом домике, который стоял на взлетно-посадочной полосе. Дело в том, что на взлетно-посадочной полосе полоса была приспособлена под вертолеты, которые привозили еду и воду. Главное, что там не было воды. Но зимой это и снег можно было сосать, а вот в летнюю командировку было очень тяжело. Но этот домик, он продувался всеми ветрами и гудел, просто от ветра гудел. И мы жили вот с Наташей, вот она тоже в шлеме стоит в середине, жили с ней в комнате вместе. И чтобы заснуть и залезть под это жесткое солдатское одеяло, мы, значит, друг друга поднимали, делали всякие упражнения невероятные, прыгали, скатали, чтобы можно было согреться, снять с себя одежду и нырнуть под это одеяло. А питались мы в столовой солдатской, вместе с солдатами еда была невкусная, как правило, всегда почему-то холодная, такой какой-то неприятный вкус сало, я помню, было. А в компоте всегда плавали ворсинки от мешков с сахаром, которые туда вертолет привозил, чтобы, значит, сделать сладкий компот. Но, тем не менее, никто не заболел и мы, значит, под Новый год, под Новый год вернулись в Москву. Теперь летом, летом уже все, ставили антенны. Причем мне надо было опять с тадолитом на поле на 40 градусов жара, значит, степь выжженная, вот такая вот, солончаки, вот лужицы беленькие, это соль выступила и вот такие колючки. И мне надо было, соответственно, выставить антенны по тадолиту точно на одном уровне и, значит, соединить антенны со станцией кабелем. Чтобы кабель не промерзал, его укладывали в трубы, такие, значит, цементные трубы и для того, чтобы протащить кабель, были в каждой трубе, а труба в 60 метров, значит, были проволоки. И вот ужас, в одной из труб не оказалось проволоки. Что делать? Решили сначала шарик от пинг-понга, значит, за неточку его привязали и вентилятором пытались его прогнать в это 60 метров. Конечно, это было невозможно. Я предложила, а что, если поймать суслика, привязать за ножку ему ниточку, когда он прибежит за ниточку, привязать проволочку, ну, а потом протянем кабель. А ребята говорят, ну, кто предложил, тот и будет выполнять. И вот картина печет солнце, вот эта выжженная степь, я иду, за мной идет солдат с двумя бедрами воды, а впереди бежит собака. Это собака войсковой части, значит, по кличке Васька. Васькина задача, поскольку норок много в степи, они не все жилые, и она просто должна найти норку, где сидит суслик. она иногда ошибается, значит, воду напрасно льет солдат, значит, воды остается меньше, но вот наконец Васька начинает дико разрывать, значит, норку, и мы понимаем, что там суслик. Значит, солдат льет воду, но суслик не хочет выходить, и он эту воду пьет, 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 ну, наконец, он уже не может больше пить, и он вылезает. Он такой толстый был, он напился воды, он был как шарик, но солдат его поймал, и мы, значит, радостно идем на станцию. Пришли, привязали ему ниточку, да, за лапку, но он в трубу не лезет, он очень стал толстым, и мы его оставляем на ночь, его ночью, всю ночь сторожит солдат. К утру он опал, и уже пролез в турбу. Он пролез в турбу, дальше все было прекрасно, он пробежал эти 60 метров, значит, я следила, чтобы обязательно его солдат отпустил, мы, значит, сняли ему ниточку, за ниточку протянули проволоку, дальше огромный, помню опять, представляете, 60 лет прошло, я помню, РКК-5 дробь 18, такой огромный кабель, вот, протянули этот кабель и включили, ну, включили антенны, включили к приемникам станции, знаете, я скажу вам, что летом было еще, по-моему, тяжелее, особенно ребятам, которые очень хотели пить, а поскольку вертолет привозил воду, можно было получить в день всего два стакана чая утром и вечером и один компот в обед и все, больше воды не было, причем, когда у солдата, у дежурного можно было выпросить еще хотя бы полстакана воды, он говорил, спасибо, не надо, рубль давай, то есть еще надо было ему рубль платить, но это было очень редко, еще я, знаете, что вспоминаю, интересное, что на стене в столовой висела картина местного художника и там были изображены фрукты и стакан воды и стакан был наклонен и вы знаете, вопреки всем законам физики поверхность вода в стакане тоже была натолонена, вот это очень веселило и как-то тяжелой ситуации как-то отвлекало, ну, короче говоря, станция была готова и вот награда нам это феерическое зрелище, когда из-за горизонта появляется ракета, она летит, а ей где-то сбоку, навстречу, зигзагами летит вторая, это противоракета грушина, и они встречаются, одна поражает другую, и обломки летят, кстати, падали недалеко от нашего дощатого домика, и мы бежали бегом, пока не приехала комиссия, чтобы посмотреть, что там, и ребята бежали с кусачками, чтобы выпустить какой-то элемент и поживиться чем-то, какой-то, может быть, там, конденсатор или какое-нибудь сопротивление, но я сколько ни искала, своих антенн не находила, знаете, они стояли очень близко к головной части, и они тут, наверное, совсем насмерть разрушались. Вот, это первая моя такая командировка, вы знаете, потом было столько командировок, что у меня пальцев на одной руке и не хватает, это было и Капустин Яр, и Тюратамба, и Конур, это было и Кура Елизова, Камчатка, это был Плесецк на севере, это был Шри-Хри-Кота в Индии, это был ГАП во Франции, то есть много-много полигонов, но самая тяжелая жизнь была именно в Гагаринский период, это в Тюратаме и на Балхаше, кстати, все-таки на Балхаше даже было немножко тяжелее, чем в Тюратаме, и с питанием, и с жильем, все-таки недощатый домик, а был такой основательный барак в Тюратаме, но я об этом расскажу еще, вот это начало такое было моей работы, но мне все нравилось, мне было интересно, что все время что-то новое, что я все время училась, все время как-то набиралось опыта, и антенны я любила, и вы знаете, вот за всю свою многолетнюю практику я скажу так, если антенна красивая, то она будет хорошо работать, вот я, к сожалению, Виталия не затруднила показать, какие же красивые антенны у нас были и на борту, и для лунохода, и да, вот Виталия здесь, ну, это было бы очень много фотографий, поэтому я, так сказать, постесняла затруднить, и вас, да, вам не дала эти фотографии, но действительно, антенну всегда украшение космического аппарата, я так считаю, вот, теперь я расскажу вам действительно начало Востоков, начало космических аппаратов, на которые полетели первые космонавты, вот, это полет от Гагарина, Титова, Николаева, Поповича, Терешкова, Быковского, Троица, Феоктистова, Егорова, и Комарова, и, наконец, выход в открытый космос Леонова с командиром корабля Беляевым, вот, значит, вот он, наш Восток, вот эти петельки справа на приборном осенье, это мои антенны, вот, какие, значит, не я их разрабатывала, их разрабатывали в отделе Королева, значит, но вся начинка, которая вот уместилась в этом, как говорится, приборном отсеке, вот этот спускаемый аппарат слева, а справа приборный отсек, вот там вся начинка, которая состояла у меня из 102 кабелей с разъемами, с коммутаторами, с переходниками, вот она вся, значит, умещается вот в этом конусе, вот, значит, вы знаете еще, что хорошо было в нашей организации, она была молодая и немногочисленная, у меня, например, пропуск был 221, то есть я была 221 сотрудником, это не очень много для тех работ, которые наша ОКБ выполняла, и вот у меня было всего 2 года стажа, с 58 по 60 год, по 60 год, и я была уже назначена ответственной, ответственной за антенную систему, телеметрической системы, за антенно-фидерное устройство телеметрической системы, ну, это система, которая телеметрию, понятно, телеметрирует на Землю параметры и космонавта, и состояние всех агрегатов самой космической станции, это без нее вообще не пускается ни один космический корабль, потому что если неизвестно его состояние, то это если он не может получить команды и получить квитанцию, что команды прошли, то это просто железка, которая болтается в космосе, поэтому это очень важная система. Ну, это было лето 60-го года, я, значит, занималась приказами другой машины 1К, а у нас был этот космический аппарат назывался 3К, А, значит, 3К это порядковый номер модификации, а А это значит повышенная надежность, это в этом аппарате полетит человек, и вот значит, мой начальник пришел в лабораторию и сказал, пойдем ко мне, ты занимаешься сейчас 1К? Я говорю, да, вот пойдем, я пошла за ним, еще не ведая вообще, что мне предстоит и какая у меня жизнь будет. Я вам сейчас скажу, что эти 5 лет, которые я занималась востоками и восходами, все-таки из 62-х лет моей жизни рабочей, это были самые счастливые годы. Может быть, еще потому, что я была молодая, но, по-моему, все-таки быть сопричастной к такому великому событию, как полет человека или выход человека в космос, это очень большая радость. Вот. И вот я была назначена, значит, ответственной. Темп работы был исключительно высокий. Тогда еще не было компьютеров, ничего нельзя было рисовать, сейчас 3D нарисуешь сверху, снизу, внутри, все посмотришь, прекрасно, все видно, исправишь сразу свои недочеты. А тогда я рисовала схему на миллиметровке. С этой миллиметровки делался белок, с белка делалась калька, с кальки делалась синька, и вот эта синька попадала на завод для изготовления системы. И это было очень напряженное время. У нас мы тоже, конечно, не уходили с работы вовремя, и задерживались, и приходили раньше, но потом, когда система была готова, я попала в Подлибки. Подлибки, это там, значит, там станции по Ярославской дороге, железнодородной станции Подлибки, там находилась ферма Королева. Кстати, когда я первый раз поехала туда, я спрашивала, а как я найду предприятие совершенно секретное, и надо мне найти проходную, мне сказали, очень просто, ты выходишь в Подлибках на станцию, идешь направо до площади, там стоит Владимир Ильич, скульптура Владимира Ильича стоит, а рука у него точно указывает на проходную. Я подошла к Владимиру Ильичу, увидела, куда указывает его рука, и нашла проходную. В общем, у констатторов я согласовала свою схему, размещение ее, и уже были готовы мои элементы, мои фидерные системы, и я стала ездить на настройку. Настраивать надо было три канала, три передатчика были подключены к моей системе, и еще, значит, передатчики, которые были на блоке, в последнем блоке, на третьем блоке, когда этот космический аппарат был закрыт обтекателем в ракете на участке выведения, то передача телеметрии шла через блок, а потом уже, когда створки раскрывались, уже в невесомости, тогда разрывные разъемы отрывались и подключались уже передатчики, значит, которые находились в этом вот конусе, назывался приборный отсек. Вот, работа шла в три смены. Я приезжала к началу второй смены, оставалась на третью ночную, утром дожидалась, когда приходила смена настройщиков, настройщики были королевские, ребята очень хорошие, но для них схема сама просто оказалась сложной, поэтому мне надо было все время присутствовать. Вот, оставалась на первую смену, значит, передавала дела и уезжала отсыпаться. Отсыпалась и приезжала, ну, скажем, два-три часа спала, в электричке спала, и в тромвае спала, вот, и приезжала уже на начало второй смены. И чтобы настроить один вот такой космический аппарат, требовалось примерно семь-восемь дней. Надо было еще военным сдать, потом здесь были жалюзи, вот, по-моему, да, все-таки рисунок здесь, они не изображены жалюзи, мы без жалюзи. В общем, короче говоря, вот такая работа была по пятнадцать-восемнадцать смен подряд. То есть пятнадцать-восемнадцать смен вот так вот каждый корабль готовился. Вот знаете, мне очень нравилось работать ночью, потому что ночью никакой суеты, значит, подъемный кран не работает, не гремит, не грохочет. Иногда только наша бригада ночью работала, а тогда вот этот аппарат, он был подвешен на кране, значит, под колком, и спускалась вниз вот этот приборный отсек с нашими антеннами. Вот так мы делали настройку. А рядом с нашим стендом, где стояла огромная измерительная линия, четырехметровая, но теперь вообще аппаратура это маленький один плачок, а тогда это была огромная четырехметровая линия с кареткой, которую гоняли мои настройщики туда-сюда, значит, и приемник или усилитель, я уже сейчас не помню, что у нас было, по-моему, Роза Шварцовский купили приемник, вот, и около нашего стенда стоял стол, на котором лежал макет, манекен, значит, причем вот можно показать, Виталий, дайте, пожалуйста, следующий снимок, там манекен, а, это шарик сам, вы знаете, вот это как раз спускаемый аппарат, я когда первый раз увидела, я подошла прямо с какой-то робостью, вот его потрогала, вот в этом маленьком железном объеме, совершенно невероятно, я потом, вы знаете, как технологический космонавт меня использовали на полигоне, на Байконуре, и я садилась вместо космонавта и понимала, как же ему тяжело, понимаете, чтобы вообще сесть, надо было под прибор просунуть голову, значит, ноги согнуты в коленях и распрямить их нельзя, конечно, еще, вы понимаете, вот там, на вершине ракеты, на самом, на самом верху, и в этом огненном, когда запускается ракета в этом огненном пакеле, конечно, это героические люди, которые садились в этот шарик и улетали, так вот, я хочу сказать, что перед тем, как пустить космонавта, запустили двух, две ракеты с манекенами, вот, и мы называли их Иваном Ивановичем, вы знаете, они очень хорошо были сделаны, вот протезной мастерской им заказали настоящие глаза, руки у них были, ладошки в морщинах, с ноготочками, тоже заказывали в протезной мастерской, для того, чтобы по телевизору их было хорошо видно, значит, им еще на гвозе, значит, наклеили черные усики и черные-черные брови, и вы знаете, когда, и на первые, когда пускали, пускали, значит, 9 марта, это уже 61-го года, и 24 марта два манекена пустили, и вот первый манекен не догадались на лицо ему положить сафарет, что это макет, и когда первый манекен катапультировался нормально и спустился на землю, то люди, которые его встретили, они подумали сначала, что это человек, и даже хотели делать ему искусственное дыхание, и даже поползли слухи, что вот, какой-то космонавт летел, погиб, а это на самом деле были два манекена, и вы знаете, когда мне говорят, вот, до Гагарина были запуски, какие-то космонавты погибли, я говорю, ребята, ну вы меня не смешите, через мои руки прошли все космические аппараты ВАСО, и я вам точно скажу, что до Гагарина никто не летал, и Юра Гагарин первый космонавт, настоящий первый космонавт, ну, вот в цеху я первый раз увидела Королева, причем, я, значит, в это время была у Шариков, вот это на фотографии показано, значит, стоит ракета, и там уже наверху космонавт, который сейчас будет садиться в шарик, и вот Сергей Павлович ладонями, хлопая, провожает его последний, он сначала его на земле поцеловал, как-то залез ему под шлем, вот, сказал добрые слова, а вот сейчас он его провожает, так вот, я его первый раз увидела в цеху, он шел с небольшой свитой, белый, распахнутый халат, серый пиджак, и неизменный темный свитер, он вообще так ходил обычно, пиджак и темный свитер, коричневый или черный, вот, он подошел к шарику, значит, вот к этому спускаемому аппарату, который вот Виталий сейчас показал до этого, там возился человек, он с ним поздоровался за руку, что-то отдал, какие-то распоряжения своим, значит, сотрудникам, которые вместе с ним шли, и так же быстро ушел, причем я увидела, что он как-то немножко сутуло шел, и так взгляд какой-то из-под лоби, и только потом, когда я узнала, что ему на допросах в тюрьме сломали челюсть, и у него немножко действительно голова не сидела прямо, тогда я этого не знала, и тогда я подумала, какой он суровый, какой он суровый, так следит из-под лоби, и вы знаете, потом, когда я прилетела на полигон, говорили, вот, он злой, значит, он там может пропуск порвать, скажет, по шпалам идите в Москву, я такой, какой-то детской робостью к нему и прониклась, но потом знакомство с ним было очень забавно, и на всю жизнь я сохранила о нем память как о очень добром, усталом, достаточно одиноком своей огромной ответственности, потому что последнее слово было за ним. Я еще о Сергею Павловичу я расскажу, какой он, сейчас я еще вам скажу, что 14 апреля 61-го года, когда Москва встречала Гагарина, и Гагарин стоял на мавзолее рядом с Хрущевым, а народ хлынул на Красную площадь, вы знаете, нас никто не организовывал, никто нас не призывал, ну, просто вот движение души было такое, мы все помчались на Красную площадь, и нет, это рана, это полигон, это цветы, которые мне королев подарил, я сейчас попозже не скажу, я хочу сказать, вы знаете, в этот день было такое единение народа, я только дважды испытала такое, вот в этот день и в день празднования Дня Победы 9 мая, когда мы с мамой, папа еще был в госпитале, а мы с мамой пошли на Красную площадь и тоже кричали ура, и дежабль был в небе темном и развивался портрет Иосифа Васильевича Сталина, и тогда вся площадь кричала ура и качала военных, если они попадались в военные, их обязательно качали, вот, так вот, а королева не было и не засекречено его имя и второй Нобелевский награду он не получил. Он стоял среди приглашенных где-то рядом около подножия музолея и это было жуткой несправедливостью, потому что ура должны были кричать не Гагарину одному, а Гагарину королеву. Вот, ну, и ведь он умер так и не почувствовал, не узнав эту славу, которую он очень заслужил, очень. Теперь несколько слов. Виталий, скажите, пожалуйста, у меня есть еще время. пожалуйста, пожалуйста. Можно? Да, Тогда можете дать картинку нашего барака, знаменитого барака. значит, теперь немножко о жизни испытателей, потому что на каждый пуск, кроме одного, который я пропустила, потому что родила дочку, вот, я ездила на запуск. И условия, конечно, вот мы жили, вот наш барак, вот, вы знаете, вот в середине вход в барак, а слева от входа наше окно, нашей комнаты. В комнате было шесть кроватей железных. Опять же, барак стоял так, что зимой в одной половине барака вода замерзала в горафине, а зато в другой вот нещадно топилась печь и нещадно досаждали, донимали хлопы. Причем мы ставили ножки кровати в банки с водой, чтобы они не залезали, а они падали на нас с потолка. Иногда их было так много, что давить их было бесполезно, я просто их так ладошкой сгревала с простыней. В общем, спать было очень-очень плохо. Но это было только в первые годы. Потом уже значит, их как-то выморили, но мы продолжали спать в бараках, жить в бараке. И вы знаете, интересно, что мужчин, когда была первая гостиница каменная, готова, то поселили туда мужчин, потому что почему-то полигоновское начальство считало, что мы не такую важную работу что-ли выполняем. Хотя все мои подчиненные, все ребята и техники они жили в каменной гостинице, а женщины жили в бараке. И мне досталось еще увидеть два вагона, потому что до бараков люди, мои старшие товарищи, жили в вагонах, которые стояли на рельсах, значит, прицепленные к поезду. Один вагон был знаменитый, это был вагон Вернера фон Брауна с ванной, ванным кафелем была выложена, но там сделали такие душевые, значит, ну, душ сделали, и раз в неделю, значит, мы ходили в этот вагон Вернера фон Брауна, чтобы помыться. Но если в этот день, например, нам четверг наш ванный день, женский, все остальное ванные дни мужские, и если в этот день у тебя была работа с аппаратурой, и ты не могла отлучиться, значит, ты пропускала этот день, и уже мылась только через две недели. А в бараке воды не было, там всегда дверь у Мувалика была закрыта, и все удобства были во дворе. В бараке стояли каре, вот наш барак, барак военных, там ВЧ-связь, и еще барак, где был магазин, и маленький кинозал, и аптека. Вот, собственно говоря, это сейчас это называют Гагаинский старт, площадка номер два со стартовым устройством, откуда запускались все первые востоки. потом были еще другие площадки, там, например, уже большие космические аппараты, они запускались в других площадках, вот, я уже ездила на другие площадки, жила в хороших условиях, выпускали тогда к Фобосу космический аппарат, к Марсу, уже там было хорошо. Вот, и вот теперь я все-таки буду о Королеве, наверное, Виталий, вы мне скажите, сколько времени, потому что я беспокоюсь. Вот как я познакомилась с ним, уже был конец рабочего дня, значит, я шла из монтажного корпуса, назывался МИК, монтажно-испытательный корпус, где как раз была наша аппаратура, где лежали на лажементах блоки ракет, и стоял, значит, вот этот космический аппарат. Вот и вечером мы с подругой моей шли по бетонке в барак, она навстречу идет по бетонке, мы по татуару, а он по бетонке, Сергей Павлович. Это была зима. Он остановился и говорит, а ну мне, обращается ко мне и говорит, а ну пойди, который под мальчишку ходит, а зима, на мне полушубок, шапку, которую я отдал своего мужа, шапку, ушанка, брюки, вот, но поскольку я говорила, что я вот какая-то детская робость у меня была из-за слухов, из-за рак, вот, я остановилась и не иду к нему. Он говорит, ну тогда я сам подойду. И очень легко перепрыгнул через канавку, которая отделяла бетонку, бетонную дорогу, бетонку от артуара, протянул мне руку и говорит, Королев, я назвала себя, сказала, что работаю в Бугамолова. А он говорит, знаете, я давно за вами наблюдаю и думала, что вы наша, ну в смысле, что я у него работаю, вы почему-то всегда с нашими военными. Ну конечно, я же надо было свою систему им предъявлять, конечно, я с ними была. Вот. И стоит, потом говорит, знаете, я грущу, сегодня мне сообщили, что на севере погиб мой инженер при испытаниях двигателя, на испытаниях двигателя, а у него семья. Ну, я молчу. Он так поежился, зима, а он в демисезонном пальто. Я говорю, Сергей Павлович, вам холодно? Он говорит, да вот никак из Москвы не пришлет зимнее пальто. Еще помолчали, ну что можно было сказать. И он пошел дальше в миг, в ночь. Уже кончились все работы, но он пошел туда, что-то ему там надо было еще сделать. Я тогда подумала, и совсем он не страшный, и не суровый, он очень одинок, своей ответственности огромной, и он хороший, мягкий человек, человек, потому что вот так по-доброму и откровенно он с нами поговорил. Вот это было мое знакомство с ним. Ну, я еще хочу сказать, что много раз я с ним встречалась, и каждый раз мне вспоминается, что он был в эти минуты не начальником большой армии, от которой он, как полководец требовал неукоснительного выполнения своих приказов, дисциплины и честности. Честность это превыше всего. Вы знаете, человек, который хоть раз ему солдал, он уже больше на полигоне не появился, он и на фирме больше не появлялся, потому что когда речь идет о жизни человека, который полетит, если что-то не ладилось и кто-то мог скрыть, это было недопустимо. Честность была превыше всего. Я потом расскажу конкретно, как у меня было с ним, какие ситуации были очень тяжелые, но сейчас я еще хочу несколько слов сказать о том, как собирается ракета. Вы знаете, ракета и сам объект. У нас что-то есть? А, да-да, у нас потом будет вывоз. Вот, Виталий, там есть у нас вывозы ракеты. Сейчас я вам сейчас скажу. Это 15-я фотография. Вот это? Вот. Да. И вот накануне, ночью, перед вывозом, когда уже вот так собрана ракета, а вот это и есть монтажно-испытательный корпус, вот из чрева его выезжает эта ракета уже с космическим аппаратом. Так вот, в ночь стоит в этом корпусе ракета и ее начиняют этим космическим аппаратом. Дело в том, что у меня как раз была работа, когда уже космический аппарат поставлен в ракету и закрываются створки для того, чтобы можно было через эти створки все-таки, чтобы сигнал проходил, там были отверстия сделаны, мне надо было поставить такие станиолевые стаканы. Поэтому вот тишина, ночь, я там где-то в уголочке притулилась и наблюдаю за сборкой. Значит, стоит ракета, а космический аппарат поднят на кране и стоит офицер, который раскинув руки, сжав пальцы, сомкнув пальцы, только вот этим движением ладоней, вот так вот, он командует крановщику, как подойти, как подвести этот космический аппарат, подвести к чреву, вот к этому последнему блоку, третьему блоку ракеты, и медленно, медленно, вот этим приборным отсеком завести в ракету этот космический аппарат. я каждый раз перед каждым такой сборкой, перед каждым вывозом, я наблюдала за этим офицером, я не знала ни его фамилии, кто он, но я была, восторгалась этим человеком, преклонялась перед ним, понимаете, я назвала его дирижером, но дирижер это не очень нормальное такое хорошее сравнение, дирижер оркестра, он выходит, у него аплодисменты, его смотрит весь зал, а здесь он один, его никто не видит, это его работа, будничная, правда, очень ответственная, но это работа, в общем, я его видела только я, вы знаете, и вот когда медленно вот руководствуясь вот этим движением вот этих вот кистей рук, шарик и приборный отсек вставляются в этот чрево ракеты, потом также на крайне медленно подходят две створки обтекателя, обтекатель закрывает шарик, щелкают замки, это дирижер приготовил ракету к вывозу, и вот дальше картина была, фотография была утром, вывоз обычно утром, на старт появляются два военных с красными сплажками, вот видали тот вывоз ракеты, они идут по шпалам, вот видите два военных, они с красными плашками, они идут по шпалам к старту, а за ними медленно-медленно двигается вот эта ракета, она подходит к старту, вот этот подъемник, который вот внизу под ракетой, он начинает ее медленно-медленно поднимать и ставить на упоры и начинается первый стартовый день, а во время запуска вся площадка эвакуируется, потому что старт находится всего в километре от жилой площадки и поэтому уже ночью начинается перед утром начинается эвакуация площадки, вы знаете, это тоже мне напоминало что-то военное время, значит, идет патруль, он проверяет каждую комнату гостиницы и в бараке, проверяет каждую комнату, чтобы никто не остался, всех вывозят в стейп за несколько километров и там можно, так сказать, наблюдать старт, но у меня работа другая, значит, в километре стоит наша станция телеметрическая и траекторная, я, конечно, я бортовик, но я все равно иду на станцию и остаюсь на запуск там, и вот, знаете, однажды я еще была очень, так сказать, неопытной, никогда не видела, когда ракета взрывается на старте, и я помню, как я вышла из Пунга, где наша аппаратура была, и стояла, это было летом, и стояла очень близко, километр, все было видно, но не поняла, что ракета вся озарилась пламенем, а дальше ничего, и только поняла, что она взорвалась, когда мне в лицо ударил горячий песок, вот, это донеслось облако песка до нашей площадки, до нашей измерительной площадки, ну вот, значит, всех вывозят, и вы знаете, сколько раз я не наблюдала старты, к этому невозможно привыкнуть, особенно, когда пускают не просто ракеты, а когда пускают человека, вы знаете, это всегда одно и то же чувство, что-то сжимается в груди, и дыхание перехватывает, и губы пересыхают, и только, вот, понимаете, сознание, вот он вчера ходил, он здесь с тобой, он разговаривал, а сейчас он вот на этом острие, вот на этом кончике, вот пока на кончике ракеты, видите, где обтекатель, он черным, значит, выкрашен, вот там находится человек, и когда пламя охватывает, вот весь, прежде чем вырваться из пламяотвода, охватывает весь низ ракеты, и кажется, что только вот этот жуткий рев заставляет эту ракету оторваться от стартового стола, вот эти минуты, просто, ну, каждый раз, не знаю, выдержать это невозможно, и просто только шепчешь, шепчешь, да, возвращайтесь живым, возвращайся живым, возвращайтесь живыми, вот, ну, ракета медленно, медленно поднимается, потом все убыстряется, когда начали потом подсвечивать прожекторами, это потом уже для телевидения, значит, прожектора утыкаются уже в черное небо, ракета уходит, отделяются первые ступени, четыре боковые ракеты маленькие отделяются, они такими четырьмя искорками горят и сгорают, войдя в плотные слои атмосферы, а звездочка все ниже горизонта и уходит, уходит уже за горизонт, и голос по громкой связи, 530 секунд полета, полет проходит нормальный, и только тут вообще ты чувствуешь, что ты запеченел, и ноги у тебя замерзли, и вообще уже бежишь в гостиницу, вот, что касается о запуске, вот, и еще немножко скажу о мягкой посадке, когда, ну, сначала, конечно, отстреливались, не было, значит, шарик с опусканием аппарат первый раз спустился, когда летела троица феортистов, комаров и егоров, а до этого космонавты катапультировались, катапультировались и на парашюте спускались, и вот, вот этот момент мягкой посадки, мы знаем, что вот сейчас уже тормозная двигательная установка дала импульс, и, значит, шарик летит к земле. Все, кто не попадает в опергруппу, все собираются в коридоре около опергруппы, там по громкой связи мы слышим, допустим, перестали работать антенны командной линии, это значит, что шарик уже вошел в плотный слой атмосферы, потом мы слышим голос, что работают пеллинги, это значит, заработали антенны, которые зашиты в стропу парашюта, и это значит, что минут через семь космонавр будет на земле, вы знаете, битком набит коридор, но кажется, что люди перестали дышать, тишина такая, ну, мертвая тишина, а рядом со мной стоит парень в Алиградусах, который отвечает за мелкую посадку, и вдруг я вижу, что он из кармана вынимает платок и вытирает совершенно мокрой ладони, я ему, когда потом сказала, Валька, ты знаешь, у тебя от напряжения были совершенно мокрые ладони, ты вытирала их платком, он говорит, да, вытирал, не помню, и вот уже объявляют, космонавт на земле, и тут все зашевелилось, все радостные, и кто-то меня угощает шоколадом, я, значит, шоколадку эту кладу в карман, иду по коридору и встречаю Сергея Павловича, Сергей Павлович, глаза веселые, улыбается, меня останавливает и говорит, что это у тебя в кармане, я говорю, Сергей Павлович, шоколад, угощайтесь, он говорит, мне бы сейчас в облако, я не хочу сладкого, в облако мне сейчас, и такой счастливый, значит, мы с ним разоминулись, я пошла к себе в барак, или там в гостиницу, я уже не помню, да, наверное, уже в гостинице я жила, вот, а он пошел к себе, значит, в кабинет, вот так, и два слова еще, Виталий, дайте, пожалуйста, вот эту картинку с тюльпанами, вы знаете, все-таки бывает прекрасное время на космодроме Байконур, это бывает очень короткое время, когда земля еще влажная, и при первом дожде начинают вылезать тюльпаны по всей степи, вы знаете, на большие головки и коротенькие ножки, видите, не видно даже ножик, и когда я однажды хотела одну луковицу увезти к себе домой и посадить у себя, ребята пошли со мной, они не могли откопать, потому что этот клубень находится, наверное, на четырех-пяти вот этих ножек, на которых стоит тюльпан, то есть там воды нету, только очень глубоко она есть, и вот знаете, вот степь в это время расцветает, всеми цветами зелеными, и изумрудные, и тиного цвета, и просто ярко-зеленая травка, но это бывает очень короткое время, но тогда у всех в столовой стоят тюльпаны, в машинах, у шоферов, значит, на стекле тюльпаны, у нас в комнате в нашей тюльпаны, и это очень радостно, еще зеленеет сексаул, прекрасные такие коричнево-серебристые, серебристые створики, и зелененькие мягкие иголочки, кисточками, очень красиво, но проходит самая большая неделя, все начинает меркнуть, значит, все засыхает, обнажаются только вот эти колючки, а вот эта фотография очень хорошая, я ее храню, видите, тюльпаны на переднем плане, а вот там уже без ракеты, но на стартовом стое фермы обслуживания сведены, вот там молнииотводы, эти вот такие, ажурные, а вот в центре темные, это стоят фермы обслуживания, вот, вот такая очень дорогая мне фотография, ну, когда космонавты приземлились, они приходят к нам, значит, мы устраиваемся каре, я потом скажу, вы знаете, это мир тесен, я сейчас могу быстренько сказать, вот дайте молодого Юра, вот, это Юра в Бжарске, он еще учится варить сталь, и когда объявили по телевизору 14-го числа, да, объявили 12-го, что полетел Гагарин, а 14-го его показывали по телевизору встречу в Москве вечером, моя вся семья собралась, у нас тогда была, мы жили в коммунальной квартире, значит, вся наша семья и соседи собрались у одного КВН, маленький телевизор еще с линзой такой, и собрались посмотреть на Юру, как он по дороге героев от Муховского шоссе, значит, ехал туда, на Красную площадь, вот, и все говорили, о, да, вот Юра, Юра, а секретность была такая, что я не могла сказать, что я знаю его, что я готовила его корабль, но даже моя семья ведь не знала, почему я тогда так изводилась и днями, и ночами, была очень сильная секретность, вот знаете, была такая секретность, и разговоры прослушивались, вот однажды, когда я была на работе, у меня заболела дочка, и я, мама оставалась с ней, я позвонила мамочке, чтобы узнать, как она себя чувствует, вот, и стала расспрашивать, мама, какая у нее температура, горячая или головка, и вдруг в руки раздался голос, это что за разговоры в рабочее время, вот, какая была секретность, так вот, и вдруг моя соседка по коммуналке говорит, а это Юра, это, я же его знаю, я же была у дедушки в Гжатске, и мы как раз гуляли с ними, он и с его братом, да, и вот у меня и есть и пленка, и она притащила пленку, мой муж тут же сел за, он хороший фотолюбитель, мой муж, он сел и напечатал вот этого Юру, понимаете, как тесен мир, оказывается, вот я жила с соседкой, которая в Гжатске, еще, он не был назван Гагарином, в Гжатске была знакома с Юрой и с его семьей, вот, а потом, когда мы летели как-то с одного пуска, уже Гагарин просто на пуске своих друзей, своих, вот, Титова и всех, где бы он ни был, но на пуск он прилетал, вот, мы летели с ним вместе обратно в самолете, я ему показала эту фотографию и вот эту рассказала совершенно необыкновенную историю, как тесен мир, как моя соседка, вот его прекрасно знает, а я с ней живу в коммуналке на месте на Бауманской, вот, ну, значит, и вот, когда уже космонавты прилетели, они, значит, нас поблагодарили, мы их поздравили, и тут начинается просто дер, все хотят домой, а у Королевской фермы был свой самолет, а мы смежники, вот Богомоловские, на превосмежники, ой, как нам было тяжело улетать, вот кто-то говорит, давайте поедем через Ташкент, сейчас на поезд сядем, до Ташкента доедем, там улетим, но вы знаете, когда 57 или 58 дней, это уже, нет, только 58, а не 59, поэтому всеми силами мы осаждаем, значит, этого, кто записывает на отправку в самолеты, с ласточки, уже прямо с 10-й площадки центральной, вот, и тут и уговоры, и просьбы, в общем, моление какое-то, только чтобы записали на самолет, потому что уже так хочется домой, очень, и хочется детей увидеть, и вообще привести себя в порядок, все-таки тяжело было жить, вот, а вот про Королева, я теперь вам расскажу два-три случая, очень характерные для него, значит, когда вся, вся аппаратура в этом монтажно-испытательном корпусе, стоят отдельно на блоке ракет и подвешен значит, за занавеской, так он отдельно от общего зала отгорожен, значит, космический аппарат, начинается проверка, сначала каждая система сами себя проверяем, а потом начинается так называемый комплекс, это когда на 5-10 минут проигрывается вся вся временная, так сказать, временные условия работы всех систем, и у меня работа и на космическом аппарате стоит, значит, моя система, и на блоках ракеты, и первое, значит, когда объявляют включение системы ТРАУ, работа простая, мне надо подняться там по стремянке к антенне, у меня есть неоновая лампочка и вольтметр, померить напряжение на клеммах антенны, и неонкой, поскольку очень высокая мощность, она примерно почти киловатт, и неонка светится прямо, можно так и пюру снять напряжение на антенне, вот у меня такая работа, и вот однажды, когда включили нашу систему, я поднялась на серебряную космическому аппарату и подключила вольтметр, в зал вошел Королев, увидел меня и у дежурного спрашивает, а что это она там делает, а дежурный не подумавший сказал, да она там что-то закорачивает, ну я так две клеммы подсоединила, ну как будто как закорачивает, и он просто прям побежал ко мне, а я в это время уже кончила и спускаюсь, он меня спрашивает, ты что делала, я говорю, вот так и так, Сергей Павлович, это моя операция, я вот это вот, он говорит, а сейчас что будешь, я говорю, то же самое будет включение блоков, я на блоке померяю, он говорит, ну ведь если ты будешь мерить антенна на хребтине ракеты, тебе надо залезть на этот блок, я говорю, да, Сергей Павлович, я залезу, верхом так сяду и все померю, он говорит, нет, я тебя запрещаю, на ракету подниматься ты не должна, пусть военные это сделают, а ты снизу проконтролируешь, ну я говорю, хорошо, и он ушел, включается система на блоке, я стою, конечно, я послушный человек, ко мне подбегает ведущий, который ведет эти все испытания, и говорит, Кира, ты что спишь, сейчас через 10 минут выключат систему, быстро, на ракету, я говорю, Женя, мне не разрешил Сергей Павлович, я ничего не знаю, ты потом должна написать, что ты измерение провела, давай, осталось 5 минут, я посмотрела, нет Сергея Павловича, поднялась, по стремянке, залезла, на хребтину, вот села, как на коня, и, значит, делаю измерение, в это время входит Сергей Павлович, я только ногу спустила, чтобы спуститься, а он идет ко мне, останавливается у стремянки и стоит, я сижу, не спускаюсь, испугалась, ужасно, ослушалась Королева, а он стоит, не уходит, ну, что делает, отдохнула и спустилась, а на мне, тогда был такой, знаете, свитер, черный, и для красоты, такой розовый, косыночка, такая еще, капрон тогда был в моде, с двумя кончиками, для красоты, он берет меня за эти кончики, косыночки, и говорит, а ты меня испугалась, у меня уже слезы прямо из глаз вас вот брызгнут, я говорю, да, Сергей Павлович, я испугалась, а дальше начала лепетать, ну, вы знаете, я же должна была, это моя работа, я должна была проверить, вот, вдруг он так взял меня за локоть, отвел немножко от блока, и говорит, устала, наверное, домой, наверное, хочется, ты-то поедешь после запуска, а мне еще в Евпаторию надо будет, а в Евпатории был пункт наблюдения за полетом, вот, ну, слов у меня никаких не было, я перелывалась очень, а тут вдруг распакиваются двери этого зала, и туча газетчиков мчится к нам, ну, они протягивают руку Королеву, там звезда, правда, известие представляются, а он так делает, такой ход конем, поворачивается ко мне, говорит, вот, познакомьтесь, мой инженер улыбнулся, хороший, ну, они мне протянули руки, ну, я пожала, но это была только дань вежливости, я их абсолютно не интересовала, они мне пожали руки и бросились догонять Королева, вот так, понимаете, вот, мое непослушание, но я выполняла свое дело, и оно мне сошло, а более серьезное было, когда на первый, первый стартовый день, когда ракета уже стояла на старте, был очень сильный ветер, и кабель мачту, это, кабель мачта, это, использовалось для подводки наземного питания, чтобы не тратить пока батареи, которые потом будут в полете работать, вот, ее когда подводили, ветер ее так раскачал, что она ударила по моей антенне, и снизу не было видно, то ли она сломалась, эта антенна была такая из толстых трубок сделанной, такая петлевая антенна из толстых трубок, и не было видно, то ли она только сплющена, то ли она сломалась, в общем, надо было проверить, а я вот после ночного вывоза, о котором я вам рассказывала, я пришла в гостиницу и легла спать, а, и тогда еще жила в бараке, я вспомнила, и вдруг я только легла, и слышу, телефон звонит у дежурного солдата, и сапоги так его, значит, по коридору застучали, я думаю, пусть только бы не меня, только бы не меня, и он бах-бах, и белостоцкая, я подхожу к телефону, мне говорят, Кира, срочно, в миг, я говорю, а что случилось, приходи, узнаешь, я прихожу в МИД, мне говорят, рассказывают эту ситуацию, что надо поехать на старт, надо подняться к антенне, и надо проверить, что менять ее надо, она сломана, или все-таки можно пускать в таком виде ее, я говорю, ребята, на старт, когда Сергей Павлович, вроде бы женщин, да еще накануне пуска, я боюсь, опять я боюсь, а мне говорят, ну а кто скажет-то, не мы же, мы не знаем, как у тебя там, что, вот тебе офицер, газик, и поезжай, и мы поехали на старт, подъехали к ракете, дежурная надела нас монтажные страховочные пояса, дальше мы сели в лифт, ну, когда я села в лифт, я думаю, как приятно, завтра в этом лифте будут подниматься космонавты, а вот сегодня поднимаюсь я, значит, поднялись, но антенна стояла на блоке, и надо было по фермам еще спуститься к ней, то есть надо было уйти к этой площадочке, с этой площадочки, и по ферме спуститься, но офицер меня перестегивал каждый раз, значит, как обезьянку, значит, к фермам, и мы спустились к антенне, и я увидела, что ничего страшного, трубка просто сплюснута, но еще я знала, что это мощная, хорошая, значит, конструкция такая, а во мне тогда было 40 с небольшим килограмм, поэтому я взялась за антенну, поджигала ноги, она нормально держит, я сказала, ну, все в порядке, и вот скорее-скорее мы поднялись, так же я, как обезьянка по фермам, я помню еще, как хорошо, что на мне были зимние ботинки, потому что фермы, так сказать, если какие-нибудь мягкие тапочки, они, конечно, режут ноги, вот, мы спустились, быстренько в лифт, и за пределы старта, ну, конечно, такое происшествие, конечно, было доложено Королеву, конечно, и он это знал, и вот этот рисунок, вот эту фотографию, Виталий, которая, я схожу, стою с цветами, было дело так, когда космонавты уже вернулись, и, значит, пришли на старт, и благодарили нас, им кто-то подарил цветы, значит, Королеву подарили букет, и подарили Каманину, это дядьке космонавтов, который руководил космонавтами, вот, и вы знаете, Королев взял эти цветы, вдруг повернулся в нашу сторону, и сделал шаг ко мне, и подарил мне эти цветы, вот я тут стою такая счастливая, и цветы у меня от Королева, вот, какие-то, знаете, бархатцы, что ли, или календула, ну, вот такие вот цветы, мне потом ребята говорили, ты их съешь, съешь их, а от Королева цветы надо съесть, ну, с чего они у меня потом засохли, и все, вот, вы понимаете, еще я хочу очень интересный один случай рассказать, он был не со мной, но он рисует вот этого человека, и вы знаете, сейчас книжка вышла, называется «Нежные письма сурового человека», ее выпустила Лариса Филина, директор Останкинского музея, домика, где жил Королев, откуда он ушел в больницу, и не вернулся, вот, она через несколько лет, после того, как умерла его жена, она разрешила через несколько лет опубликовать его письма к ней, и когда я прочитала, я эту книжку, она мне подарила, Лариса, я поняла, что я права в своих суждениях, это был очень мягкий, заботливый, добрый человек, но он на работе не мог быть таким, вот, и был очень интересный случай, который рассказал мой военный друг, он работал ночью один, и когда он отвозил тележку, что-то он делал на ракете, тележка задела и содрала краску с ракетой, утром он доложил, что вот произошло такое ЧП, он содрал краску, начальство было в большом гневе, и ему, конечно, грозило какое-то наказание, но тут появился Королев, и задал три вопроса, работал один, получил поведительный ответ, доложил сразу, да, доложил сразу, доложил сам, доложил сам, он повернулся к его начальнику, и сказал, чтобы ни один волос с головой этого офицера не упал, или лейтенанта, он был лейтенантом, не упал, вот, понимаете, такая справедливость, вы знаете, еще вот показательный один случай, который был со мной, я обнаружила, когда прилетела на полигон, что на блоке, на одном из блоков, стоят антенны не те, не тех размеров, но я своему начальству доложила, начальство, конечно, доложило Королеву, мгновенно прилетел самолет с новыми антеннами, с измерительной линией, и с одним из бригады настройщиков, и вот уже к вечеру, ночью, буквально, значит, я стала проверять, теперь уже точно, чтобы провериться, что это наши антенны, которые надо поставить, ночь, появился Королев, он не подошел ко мне, но ходил за спиной туда-сюда и ждал, пока мы с техником кончим эти изменения. Тогда я доложила, что да, эти антенны нормальные, те, которые нужно поставить, он ушел. Вот такой факт, как он переживал и боял за любое дело. Ночью он пришел, и пока мы измерялись, он был с нами. Вот я еще могу рассказывать много. Вот одна из четырех женщин, Инна Ростокина, я с ней жила в одной комнате. Эта женщина очень легендарная, замечательная. Вы знаете, она знала всю электрику старта, на старте, лучше любого мужчины, лучше любого специалиста-мужчины, и это говорил Королев. Но первый раз он увидел ее, когда она внизу под ракетой проверяла заземление ракеты, ракета должна была быть засемлена, не дай бог, молния ударит. Вот. И он увидел ее. Она тоже была молодой девчонкой. Что она там делает на старте? Что она там под ракетой? Пусть моментально сюда. Ну, она окончила все-таки свое измерение, и поднялась из-под ракеты, значит, на старт. Королев подходит и говорит, это что это такое? Что ты там делала? Она говорит, я проверяла заземление. А почему не военное? А военных, вот я им инструкцию написала, но, значит, еще проверяю, они еще не освоились. Ну, значит, ты в последний раз сюда лезешь. Она говорит, не знаю, как с военными будет. Вы знаете, Сергей Павлович, она такая, у вас, говорит, своя работа, а у меня своя. Он говорит, ну, ладно, у нас своя работа, работай. Вот. А в это время, ну, и вот так вот было. Ну, почти как со мной. Что она там делает, да? Вот. А в это время мы сидели на полигоне. Месяц, другой. А в это время она стояла, она работала у Королева, она стояла в очереди на кооперативную квартиру. Она одинокая женщина. И она просила однокомнатную квартиру. Кооператив строился в Подлибках. Пока она здесь сидела на полигоне, ее вычеркнули. Она приезжает. Значит, домой жила она, естественно, не в гостинице, в общежитии. Ей объявляют, что тебя в списке нет. Она, значит, мыкалась, мыкалась в этом месткоме, значит, ходила к ответственному по жилью. Ничего у нее не получилось. Она написала заявление и пошла к Королеву. Кстати, тоже очень демократическая ситуация. Она могла не записываясь, ничего, прийти к Королеву. И она к нему пришла с заявлением, что прошу, значит, меня восстановить. Королев говорит, ну, давай, добивайся, ты же у нас боевая, добивайся, чтобы тебя снова включили. Она говорит, я заплакала. И сказала, Сергей Павлович, я уже ходила, у меня ничего не получилось, беру заявление, и иду к двери. Он говорит, добивайся, и иду к двери. Только за ручку взялась, он говорит, вернись, и сопли у ты, дай твое заявление. И как раз там, когда зашел, написал, восстановить. Вот, такое хотелось рассказать еще. Ну, может быть, теперь будут вопросы. Я, конечно, что-то упустила и чего-то хотела больше рассказать. Ну, может быть, я буду отвечать на вопрос. Если буду. Мы сейчас, да, большое спасибо, Фера, Инстантиновна. И мы сейчас переходим к вопросам. Вот, сейчас я, все могут включить свои микрофоны. Игорь Ландшман, могу вопрос задать. Ну, хорошо, пожалуйста. Пожалуйста. Значит, вопрос такой. Мой товарищ, моряк, и он плавал на корабле с тремя шарами. И он говорит, что внешне это очень такой мирный корабль, корабль. А внутренне там была очень огромная загрузка, и это корабль, который следил за спутниками, так сказать. Да. Что вы скажете об этом? Я скажу, что эти шары это пенопластовые защитные колпаки больших зеркальных антенн. Эти антенны были наши, ОКБ, мои антенны были главного конструктора Рязанского. Потому что когда спутник или космический аппарат уходит из зоны видимости наших наземных станций, у нас их много, но все-таки они только ограничены от соответственно восточных границ и до Камчатки. Дальше он уходит из зоны видимости станций. И чтобы связь поддерживать, значит использовали корабли Тихоокеанского флота. Значит они были оборудованы наземными станциями, такими как станции, которые стояли на земле на нашей территории. И вот с такими большими антеннами. Эти пенопластовые радиопрозрачные колпаки защищали антенны, потому что это вращающиеся поворотные антенны по углу места и по азимуту. Там редуктора стоят, а океан соленая вода, брызги. Поэтому вот такие защитные колпаки стояли. Спасибо. Лёва, пожалуйста. Лёва, а то модуль приготовить. Можно, да? Можно, да? Кира Константиновна, спасибо большое. Ну, ваш живой рассказ, по-моему, стоит многих, многих записей профессиональных... Извините, в этот момент надо... Так, выключил. Извините. Значит, тронут всем рассказом эти реальные живые картины много стоят. Может, ещё и потому мне, что мы по специальности вы, я инженер и радист. Очень впечатляет. А теперь, если позволите, два вопроса. один как бы в прошлое, в гагаринские времена, один, если можно, будет в будущем. Вы ничего не рассказали, кроме надписи на фотографии вашей дочери о Комарове. Если можно, пожалуйста. А потом, если можно, второй. Пожалуйста. Эта же фигура очень знаменательная. фигура я была с ним знакома. Володя, такой добрый, такой внимательный. Вот иногда измучаешься, там, испытания не идут почему-то. мучаешься, плохое настроение. Встречаю Володю, Кирочка, ну что такое, чудо, ну все пройдет, все будет хорошо. Очень добрый, очень хороший человек. И надпись он хорошую оставил мне на фотографии дочки. Ну что сказать, погиб, погиб, потому что корабль не был готов. Не все было проверено. Но вы знаете, ведь он уже все выполнил, всю программу. Несмотря на то, что были нештатные ситуации, он с ними со всеми справился. Но был недоработан люк, в котором была парашютная система. Понимаете, это была недоработка. Ну, наверное, еще не хватило испытаний. Поэтому парашют, который должен был, вытяжной парашют, который должен был вытащить основной, а затем был второй резервный, он не вытащил до конца, а второй резервный уже пошел из тропы, запутались этих двух парашютов, и он камнем упал. Это ужасно. Это просто ну, это торопливость. Это, знаете, это торопливость. Это торопливость, и вот это русская авось. Если можно, еще второе, спасибо. Это уже, если можно, взгляд в будущее. А какие ожидаются очередные, какие-то прорывные ожидаются работы в космосе в России или времена гагаринские прошли? Вы знаете, наверное, я так не могу сказать от себя что-то, но наш Рогозин, который сейчас возглавляет наше российско-космическое агентство, но он все время говорит, что да, да. В общем-то, сейчас действительно начинается лунная гонка. Вот американцы, гиганты, они побывали на Луне, но потом этот проект закрыли. Он очень был дорогостоящий и очень сложный и в конце концов, так сказать, они, как говорится, утерли нос России и после этого уже не возвращались к этому. Но сейчас уже стоит вопрос о том, что хорошо бы с Луны транспортировать гелий, поскольку рано или поздно на Земле окончится топливо, а гелий это прекрасная материалка, который можно будет использовать и вроде бы уже делят поверхности Луны, кто чего захватит, но это тоже очень дорогостоящие проекты и сейчас рассматривается много вариантов построения полета с промежуточной орбиты, вот с этих точек, которых протяжение Луны и Земли компенсируется одинаково, где можно, так сказать, зависать аппарату, а потом уже лететь. Понимаете, рассматривается пока все теоретически, по крайней мере сейчас, я думаю, все-таки больше все-таки вооруженческие вопросы сейчас стоят. Спасибо за ваши ответы, спасибо. Хорошо, Адоль, пожалуйста. Спасибо вам за доклад, очень интересный. Я, в свою очередь, прочел очень большим удовольствием вашу книгу, написана она великолепно, так что оторваться при чтении от этой книги нельзя. Вопрос у меня по существу из двух частей. Вот в литературе указывается, что НАСА использовало в космической программе примерно 20 тысяч работников. А вот можно как-то так, как говорят навскизку, сказать, вот сколько людей работало в космической программе в России? Ну, в ваши годы, вот когда вы и сейчас работаете. Ну, наверное, это не секретные данные, так сказать, опья-то. Наверное, это не секретные данные. Я просто по роду своей работы знаю, что практически в каждом городе, начиная от сваривания стали для сопел ракеты и кончая вот механикой всей и аппаратурой, вот я, например, при подготовке ездила в Куйбышев, но теперь это Саратов, потому что там был филиал королевской фирмы «Прогресс», на завод «Прогресса» имени Сталина, где отрабатывались еще ракеты, улучшенные варианты ракеты Р-7. Значит, я ездила в Днепропетровск, где готовились аппараты, ведь еще было, кроме Королева, другие конструктора были Янгелевские ракеты, вот, я ездила на завод Калининов в Свердловск, которым делалась аппаратура, в Новосибирск, то есть, я думаю, что очень много заводов, очень много НИИ были задействованы, конечно, ну, я так думаю, что может быть даже миллионы человек, ну, я сказать вам цифру не могу, она не секретная, но я ее не знаю, Вы простите, я ее просто не знаю. Спасибо. везде. Продолжение этого вопроса такое, вот, известно, что ракета в собранном виде, которое мы по телевидению видим, представляет собой чрезвычайно сложную инструкцию огромного размера и прочее. А вот скажите, как вообще она делалась, ведь она должна собираться, значит, части и ступени и внутренняя начинка наверняка делалась на разных производствах. Вот где это все соединялось воедино и вырастала эта конструкция? Уже на полигоне. Уже на полигоне. Уже в монтажном испытательном корпусе туда привозились отдельные блоки, отдельные блоки и отдельный аппарат космический. тоже отдельный. И собиралось это все в монтажно-испытательном корпусе. Он так недаром и называется монтажно-испытательный корпус. Монтажный корпус, где собиралась ракета. Она уже собиралась на полигоне. Спасибо. Все, спасибо. Светлана, пожалуйста, я могу тебе. У меня два вопроса. Один технический. Мой муж работал в такой организации морфиз прибор, которые занимались в том числе и кораблями науки. Вот у них самый важный узел был это антенны. Вы с их антеннщиками как-то координировались или нет абсолютно? А где это было? в Ленинграде был такой морфиз прибор, океан прибор он сейчас называется. У них проблемы гидроакустики. Вот я знаю по рассказу мужа, он был комплексник, что для них антенна это была самая главная часть их гидроакустической станции. Вы знаете, да, я знаю эту организацию. Я очень часто ездила в Ленинград, там же еще прекрасные оптические оптические нии, где была оптика, где были вот как раз телевизионные камеры. Сама радиотехника была наша, а телевизионные камеры, они были еще, по-моему, в Японии закупали даже специальные стекла для этого. Там в Ленинграде и есть институт Арктики и Антарктики, который тоже занимался этим. Да, вообще, я Ленинград очень, очень люблю, очень любила, потому что там жила моя тетя, родная сестра моей мамы, которая всю блокаду проработала врачом, хирургом в госпитале, который размещался в Доме культуры Кировского завода. И вообще каждый приезд туда по делу в эти институты для меня было большое удовольствие. Я знаю эти предприятия, замечательные. Мы, наверное, еще с ГОМСом имели дело, они же занимались оптикой. Бывшие ГОМС, я не знаю, как он сейчас называется, Государственный оптический институт. ЛАМО, по-видимому. И знаете, там знаменитый Арсенал есть. Арсенал тоже был Королевым задействован. И в Арсенал я тоже ездила. Там много предприятий. Вот предыдущий вопрос был, сколько народа было задействовано? Да весь Советский Союз был задействован. Очень много. Вы знаете, даже интересно, я наблюдала такую картину. Уже шарик вот этот, он собран весь. И вдруг приходит женщина пожилая с таким картонным ящичком и с иголкой, и с ниткой. И начинает вот из стекловолокна сделаны вот эти защитные от температуры вот такие вот вырезки. И она начинает этот шарик по-домашнему иголочкой обшивать вот эти вот маленькие кусочки. Знаете, так трогательно. такой шарик для космонавта полетит туда, в космос. И вот такая будничная, вот видите, даже женщина с иголочкой и то участвовала в этом. А второй вопрос немножко обывательский. Как вы относитесь к фильму «Украшение огня», который сделан был Королеве? Насколько он достоверен или это фантазия режиссера и сценариста? Вы знаете, я скажу так, очень много сейчас фильмов. Вот сейчас только 12-го числа как раз нам показывали на встрече фильм «Воспоминая Гагарина», потом еще были фильмы о космонавтах. Вы знаете, очень иногда переживаешь как много недостоверностей. Но знаете, «Украшение огня» я приняла этот фильм. Ну, конечно, не все сценарии, он, конечно, недостоверен. Вот эта смерть Королева, значит, не Королева, а главного конструктора по картине, да, но вот этот вот его друг, который его в это время защищает от солнца, помните, там газетку, что-то, да, у него был такой воскресенский, замечательный, действительно, очень даже как-то похож он внешне был. Вообще, у Королева было очень много верных таких соратников, которые с ним работали, еще начиная там с Р-2, даже не с Семерки, а с второй машины, которая почти, так сказать, на наших, ну, была уже наша, а Р-1 еще повторила просто ракету Вертмера фон Брауна. у него было очень много этих людей, он их очень ценил, вот, а что касается картинок, я ее приняла, там нет такого уже вранья, чтобы, вот, сказать, такого не бывает, такого, вот, когда показывают ракету, когда показывают, там, запуск, когда показывают подготовку, у меня не было вот отрицания, но иногда смотришь картины, и просто, вы знаете, ну, невозможно, хочется всего, я уже, вы знаете, 12 апреля начинают, там, 11, 10 показывать картины, тоже разные, я вообще стараюсь не смотреть, потому что настолько много переживаний из-за того, что так не бывает, это не бывает, это не бывает, вот, не знаю, кинематография, конечно, в большом долгу перед людьми, которые верят и смотрят эти картины, но вот «Украшение огня», я ее приняла, там, может быть, ляпы и есть, я сейчас вот такой, не могу, мне надо, может, еще раз ее посмотреть, но она достаточно достомерная. Еще одно, у нас в клубе был такой член нашего клуба Абрам Крайзман, он был командиром, ну, замкомандира дивизиона «Катюш», и он как раз был назначен командиром поезда, который вывозили части ПАУ в Россию, и он рассказывал, что он встретился там в Германии с Королевым, которого только освободили из Шарашки, у него еще не было знаков различия на Шинели, а они вообще земляки из одного города, и он мне рассказывал, каким теплым и каким внимательным человеком был Королев. Вот он тогда только-только освободился, он еще не отошел от этого груза, так сказать, неволи, но он был очень оптимистичен, и еще он говорил, что исключительно интуиция у него была. Вот когда они разыскивали эти части ФАУ, это было очень сложно, он говорил, что Королев интуитивно давал совет, и он, как правило, оказывался прав. Вот такое воспоминание. И как раз Королев назначил его командиром этого поезда вот эти части ракет. Вот как Мерсисин. Они из одного города Коростеня на Украине они из одного города были, так что не сближало еще это. Да, вот понимаете, как его обидела советская власть. Ужас, просто вообще уму непостижимо. Но у него была мечта. и он все презрел. И он за этой мечтой шел. Он хотел, чтобы полетел спутник, он хотел, чтобы полетел человек. У него была такая мечта. И он это сделал. Он это сделал для человечества. И он плевал на этих людей, которые мучили его, которые изуродовали его, которые сократили ему жизнь в конце концов из-за того, что он был. Можно еще вопрос? Я тоже просил вопрос. Секундочку. Мы сперва все зададутся, потом по второму кругу пойдем. Борис, пожалуйста. Микрофон отключен. Завод Хрунищева в Москве сейчас в каком он состоянии? Я его видел до России или Советского Союза. Что сейчас? Можете что-нибудь сказать? нет, то все равно спасибо. Да. Говорите мне спасибо, потому что я знаю завод Хрунищева, но я не была на нем, и я не знаю, не могу ничего сказать. У меня тогда еще один вопрос. Как он сейчас дышит, не знаю. Спасибо. Второй вопрос касается следующего. Я читал до по-моему еще Рогозина, что ракету перед тем, как она отправлялась освещали, то есть крестили. Это я не слышал, а читал об этом. И поломки были связаны в какой-то мере и с этим. Каково состояние вот этого дела сейчас? что-нибудь возможно? Мне это было смешно, но это действительно так. Освещает батюшка. Да ну глупости это все. На мой взгляд это глупый глупый ритуал и думали. Не знаю зачем. Но это было раньше не освещали ракеты летали. Хорошо бы лучше бы они хорошо были сделаны. А то, что их окропили водой, это неронно. Хорошо. Сейчас, Адольф, секундочку, у кого еще есть вопросы? Мы пока первый круг пройдем. Я круга нету. Тогда Адольф задает снова вопрос. Пожалуйста. Извините, я забыл главный вопрос задать. Вот когда арестовали Королева, то мотивом был вопрос о троцкистской группе, в которую входил Глушко, Тихонравов, Клеменов. По их доносу это все сделано. А потом, как показывает информация, эти же люди были основными соратниками Королева по космической программе. Вот как этот вопрос рядовому человеку понять? Вот тут я бы прямо с вами вместе хором и спрашивала. Действительно, Глушко написал донос на Королева. Но когда Королева истязали на допросах и также истязали Глушко, наверное, Королев понимал, что иногда вопреки своим убеждениям, поэтому он простил Глушко. Понимаете? Потому что непонятно. Понимаете, человек хотел выжить для того, чтобы делать дело в своей жизни. Вот получилось так. Но я с вами согласна. У меня всегда тоже в голове вот этого. Ну, как же можно было потом работать с человеком, который написал на тебя донос, потому что он был выше этого, выше. Он хотел, а в Глушко были хорошие двигатели, и он делал их для Королева, и ему нужны были эти двигатели, и Глушко работал хорошо, честно, и вовремя, в срок, не подводил его, понимаете? И он с ним работал. человек дела и мечты, королев. Спасибо. Так, секундочку, я пока не вижу, больше вопросов? Вопросы идут, Владимир. Сейчас пока вопрос. Снимите руку, кто? Марина и Марина, пожалуйста. Знаете, Кирочка, я вообще не имела бы права голоса сегодня, потому что я и техника это две вещи несовместные, и слушала я вас не как специалиста, а просто по-человечески. и если это может быть оценкой переживания, я хочу короче сказать, вот в маленьком принце у Экзипери есть такие слова, что самая большая радость в жизни бывает от человека и о человеке. вот это я сегодня испытала и в вашем лице за всех тех, кого я не знаю, я не читала ваши книги еще, вот что вот такие люди были, можно сейчас начать философствовать, что все плохое о человеке, нет, и все равно действительно только хорошее. Я в прошлый раз у нас была замечательная совершенно встреча с Леной Долгиной, и я задала вопрос, вот должен ли человек плакать, это что это значит, кроме того, что это может быть, так сказать, устройство нервной системы, ну вот она сказала, обязательно, потому что есть полезные слезы, вот сегодня я, ну не знаю, полезно плакала, у меня недавно был день рождения, и я такое уже, я себя чувствую уже, если по музыкальному, по музыкальной форме, это уже кода, и, ну вот такое настроение, и вдруг я сегодня почувствовала, что ничего не кода, что еще, вот сегодня день дан, завтра день дан, ну в общем, спасибо вам, если вы через, прошли через такой, в общем, сложный путь, и вот таким светлым человеком остаетесь, вопрос у меня такой, когда вы работали, когда вы все это переживали, вы же не думали, что вы будете писать когда-нибудь книжку, да я вообще не думала, если бы не Соню, вот я хочу, чтобы вы рассказали о том, как, как это появилось, и как, я вообще сегодня, знаете, на пин поставила не вас, а поставила Соню, потому что она слушала так, как будто бы это, она тоже писала эту книгу, расскажите об этом. Правильно, она, дело в том, что, знаете, бывают какие-то юбилейные дни, там, либо юбилей нашей организации, либо 12 апреля, и я чего-то начинала рассказывать, ну, обычно директор просил, Кира Константиновна, вы у нас такой абориген, значит, вот расскажите, вот какие-нибудь интересные эпизоды о Королеве, о чертаке, о его заместителе Борисе Евсеевиче, я тоже с ним очень хорошо была знакома, вот, и я рассказывала, иногда писала статьи, у нас есть журнал радиотехнические тетради, и все, я не помышляла о книге, и вдруг Сонечка мне говорит, Кира, надо написать книгу, я говорю, чур, чур меня, я не умею, я не, нет, ни за что, никогда, вот, как, как, она оказывается такая упрямая, такая упорная, она, пиши, пиши, и вот, я уже, знаете, я писала эту книгу, наверное, два года, вот, два года, она меня просто истязала, вот, пришли первые, вот, напиши и пришли, вот, я начала с Востоков, это у меня, да, еще, знаете, мне помогло то, что я всегда записывала, у меня желание было вести дневничок, у меня этих блокнотиков, вот таких маленьких, полно, их больше десяти точно, то есть, я, когда нельзя было секретно, а я все равно писала, вот, например, старт, я обозначала тремя восклицательными знаками, там, ну, какой-то изоповский язык у меня был, вот, и я начала, что-то Сонечке послала, она, значит, мне обратно, там ошибка, тут грамматическая, тут синтактическая, в общем, она взяла меня в работу, она заставила меня написать эту книгу, книга, это не моя заслуга, это два человека, это мой муж, который подобрал массу, вот, вы увидите, в книге массу фотографий, он хранил их, я даже не помнила, что они были такие, а у него все было сохранено, однако, когда можно было в цифру все переводить, он перевел все в цифру, и у него все в компьютере было, иногда я говорю, Владик, вот такая-то вот, знаешь, вот, вот я в Венере участвовала, вот что по Венере есть, раз он открывает компьютер, находит, где я там стою, рядом с антеной, еще что-то, а Соня, она начала меня править, сначала она стала исправлять мой стиль, и она оставила меня мучить, потому что она, как редактор, хотела каких-то правильных предложений, и все, я так не могла, я вот как говорю, я так и пишу, и тут Владик, мой муж сказал, Сонька, не мучай, Киру, пусть она пишет так, как она пишет, но все редактирование, Сонечка проверяла, чтобы все было понятно людям, у меня масса было жаргона, потому что я со своими, как разговариваю, так я и писала, жаргон какой-то, на пилотирмой, пилотной, там еще что-то, Сонечка терпеливо все это исправляла, я ей отправляла обратно, вы знаете, у меня тетрадка есть, очень интересная, я ее сохранила, я может быть потом ее Сонечке подарю, эту тетрадку, где у меня, ну ладно, я сейчас не буду, где у меня расписано, вот я ей отправила, вот она мне прислала, вот я поправила, снова отправила, вот она мне опять прислала, и так далее, и вот эти вот столбики, их там пять или шесть, вот, и конечно, я огромную благодарность, если бы не Соня, не было бы книги, честное слово, вот Владик и Соня, да, это два человека, которые заставили меня написать, но когда она произносила слово книга, у меня просто волосы дыбом вставали, я считала, что как это я могу написать книгу, ну, ну не писала никогда, не писатель я, ну вот получилось, спасибо ей, спасибо ей, моему мужу, вот так получилось, видите, и я теперь пожинаю лаврой, вот, хвалят книжку, действительно, мне приятно, а Сонечка, она такой человек, это человек самодачи, она тихо пожинает лавры, она вашим успехом живет, рассказывает, кому считает нужным, и приводит, так сказать, и очень заразителен, я думаю, что вот наш Саша, он все жалуется, что у нас мало пишут, люди надо писать, надо. А я ее читаю, я, конечно, очень читаю, потому что у меня чайка приходит, я с удовольствием читаю ее, а последняя, мне еще очень понравилась статья, арифметика на холодильнике, я и Соня хочу сказать, надо обсудить с ней, очень интересная статья, это не Кашиной, это мужчина какой-то пишет, арифметика на холодильнике, но очень хорошо написано. Замечательно, спасибо большое вам еще раз, и удачи вам, и всей вашей чудесной, судя по всему, семье, и неверным друзьям. Спасибо. Вот когда кончится пандемия, вы можете Сонечку поцеловать, а я ее мысляна, но я очень ее люблю и благодарю, это мой друг, Кира, Кира, не обо мне речь, Кира, Кира, расскажи лучше еще что-нибудь. Виталий, у кого вопрос, пожалуйста? Виталий, у меня вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Значит, Кира бывала на полигоне в Балхаше в районе 1960 года. Это был полигон противоракетной обороны, где испытывались ракеты Лавочкина. В 1960 году там скончался от инфаркта. Вы как-то эту ситуацию, что вот тогда происходило, неприятности у Лавочкина и так далее, вы в курсе дела или нет? Вы знаете, я как раз была на полигоне в Срошагане, когда Лавочкин умер. Он жаловался на сердце, но он вышел, его дневальный поставил ему стул, он сел и смотрел на озеро и умер. Вот я помню этот день, да, мы знали, что он погиб, умер. Я читал воспоминания Феоктистова, который работал у Королева. У него там есть несколько антисемитских пассажей, и я обратился к Анатолию Дарона по поводу того, что в воспоминаниях Феоктистова ни одно еврейское имя не упомянуто, работали ли евреи в КБ Королева. Дарон не ответил, что Королев евреев вообще не брал, но с ним, с Дароном Королев контактировал нормально. И вот в этом плане у вас есть что-то, какие-то мысли об обстановке вокруг Королева? Ну, я вам могу ответить на это, что у Королева его первый зам по радиотехническим системам Борис Евсеевич Черток работал прекрасно с ним, очень им ценился. А у нас на фирме ВОКБ у Богомолова работал Альтман, Флексер, у нас, я могу назвать Вальшоник, у нас это были самые умные, самые деятельные люди, помощники Богомолова. Вот я скажу вам так. И между прочим, когда дочка лубного герцога еврея эмигрировала в Израиль и на Богомолова носили эти первоотдельцы, что надо уволить Кирилла, потому что жена, ой, дочка в Израиле, он сказал, нет, его я вам не отдам. И он продолжал работать столько, сколько до самой своей смерти. Не было такого. Я спрашивал у Сергея Хрущева, какие были взаимоотношения между ведущими ракетными конструкторами. Он ответил, что отношения были, как у пауков в банке, и каждый из них, особенно в русевские времена и в начале Брежневских требовали денег для своих проектов и этим иссушали советскую казну. Кроме того, я в Ленинске появился первый раз в начале 80-х годов, а на Балхаше я был в 70-х. Но вот в 80-х годах Ленинск был уже довольно благоустроенным городом. и вот я спрашивал, как изменилось отношение вообще к людям там. Мне сказали, что только когда Грушко стал во главе КБ, это после смерти Королева и Мишина, когда Грушко пришел, что он взялся за то, чтобы создать людям нормальные условия для работы, потому что в тех условиях, что работали в начале, на меня произвели впечатление две фотографии. Мати, там мати здесь поля до горизонта были, и второе эти бараки на территории нынешнего Ленинска. Я был просто в ужасе, поскольку в моем понимании такие бараки могли построить только для гулаговских заключенных. То есть ведущие наши советские конструкторы о людях, которые работали на полигоне, совершенно не заботились, потому что оборудование для того, чтобы изготовить морозостойкие легкие переносные дома, тогда все было. То есть было абсолютно наплевательское отношение к людям. О вашем мнении? было тяжело жить, конечно, в таких условиях. В чем вопрос, Витя? Какой вопрос? Знаете, я хочу сказать, я хочу ответить этому товарищу. Вы знаете, ведь есть интерес в работе, есть энтузиазм. Это нельзя сбрасывать со счета. Я не жалуюсь, что я так жила. Мне было интересно работать. Я хотела сделать это. Я хотела помочь миру своих сил. И в конце концов мне было плевать, что я два месяца жила в таких условиях. Я была счастливой, потому что я любила свою работу и знала, что она приносит пользу. А как вы относились к тому, что Гагарин катапультировали из спускаемой кабины, а Советский Союз зарегистрировал его полет, но как мировой, обманув, что Гагарин спустился на парашюте. Он спустился на парашюте. А как же он спустился? Катапульта спустилась на своем парашюте, а он на своем. А как вы мыслите, что он прямо в катапульте сел на землю, что ли? По договоренности между Советским Союзом и США рекорды мировые регистрировались, если космонавт опускался на землю в спускаемом аппарате. А Советский Союз скрыл, что и Гагарина и Сережкову катапультировали из кабины. Я не могу, я вам ничего не могу сказать. Я просто точно знаю, что он катапультировался, что в какой-то момент он отделился от казапульта, от этого ложемента, и ложемент спускался отдельно, и спускаемый аппарат спускался отдельно. Они все спустились в одно примерно место с небольшими метрами, и Гагарин спустился. Я только вам могу сказать, что на самом деле было. А кто кого обманул, я не знаю. Спасибо. Хорошо. Еще вопросы. Таня, пожалуйста, микрофон. микрофон. Микрофон выключен. У меня компьютер крешнулся, поэтому я пришла на другое, другой работа. Хорошо, хорошо, Кирочка, пожалуйста. Я хочу спросить только очень маленький короткий вопрос. Кирочка, пожалуйста, скажите, слышали ли вы что-нибудь о том, что существует тайная космическая программа, ТКП, известная сейчас она по Ютубу, очень много информации об этом. Как вы думаете, существует ли тайная космическая программа, называется она ТКП, сейчас она очень известна по Ютубу. Может быть, вы слышали, а может быть, нет. Но в любом случае, спасибо. Тайная, как она может быть слышно? Тайная космическая программа. Не знаю, ничего не могу сказать. Спасибо. Все. поднимите руку, потому что я еще раз... Игорь Ланцман. Игорь Ланцман. Пожалуйста, Игорь, пожалуйста. Значит, говорили, что Гагарин пьяный, взял самолет, полетел и разбился. Это правда? Я бы язык отрезала тому, кто это говорит. Правда. А как Гагарин умер? Я вам могу сказать только то, что до сих пор часть материалов засеперечена, выдвигается версий очень много. Когда комиссия работала, первая комиссия работала, то были предположения, точно выводов не было, но было предположение, что или птицы были, или воздушный какой-то метеорологический зон был. Но потом в 68-м году снова возник этот вопрос. Им занимался Сергей Белоцерковский, это доктор технических наук, преподаватель в Академии Дзержинского и с ним вместе занимался Алексей Леонов этим вопросом. И они подошли к этому делу так, они сначала стали совершенно несуразные, вот типа пьяный Гагарин, это вообще, вы знаете, сейчас мне даже это слушать неприятно, потому что это оскорбление такого человека, я его лично знала, не был он пьяным, как только вообще поворачивается язык такое говорить и повторять такие бредни, просто неприятно мне это слышать, но я хочу дальше продолжить. Значит, они занимались этим делом, часть им удалось секретных материалов посмотреть, и все-таки самую такую правдоподобную версию, которой я вот лично доверяю, знаю, помню Гагарина, и знаю, как он стремился снова летать, и так он полностью выполнял все, что было ему сказано, чтобы были налеты определенных часов, чтобы он снова стал космонавтом, в отряде космонавтов, и он, кстати, был в Носоюзе дублером Комарова назначен, вот, и, значит, версия такая, что была очень плохая погода, была очень большая облачность, была ошибка метеосводок, а нижние границы облачности, и был еще один самолет, который тоже летал, но в другом эшелоне, на другой высоте, значит, и было не столкновение самолетов, а другой самолет был либо более мощный, либо они уходили от столкновения с этим самолетом, а вот эти самолеты УТИ, МиГ-15, на котором они летали, они очень легенькие, и очень легко падают в штопор, очень легко, и вы знаете, по расчетам, по тем расчетам, которые были проведены, которые достоверны, им не хватило всего нескольких секунд, чтобы выйти из топора, они до конца боролись с тем, чтобы сохранить самолет и свою жизнь, и, конечно, не катапультировал ни Серегин, который должен был по закону расположения кресел катапультировать первого, никогда не бросил Гагарина, они не катапультировали, и все их позы, которые потом, так сказать, собрали почти 90% всех остатков, хотя при крушении самолетов, если собирают 50%, то это бывает хорошо, собрали очень много, и вот по этим остаткам, по собранным, было видно, что они до конца боролись за сохранение самолета и своей жизни, и не хватило им буквально 200 метров, чтобы выйти из этого штопора, вот мне кажется, что это наиболее достоверный вывод о том, как он погиб. Спасибо. Хорошо. Пожалуйста, кто еще хочет задать вопрос? Тогда мы перейдем... Марина, пожалуйста, Марина, микрофон только включить нужно. Микрофон, микрофон, микрофон выключен. А скажите, пожалуйста, а как... Ну, это такой вопрос просто неинтересный. А как себя собаки вели, когда они опускались на землю? Они же живыми собаками. Какая была у них реакция? Вы знаете, вот это замечательный вопрос. Да, они хорошо пережили. Вы знаете, вот я когда при подъеме ракеты, когда очень большие перегрузки испытывает космонавт, я даже видела на мониторе, как у него оплывает вот лицо, то есть вот прямо вот так вот щеки текут, такая очень большая перегрузка. Вот. А собаки переносили это очень совершенно спокойно, и когда они опускались на землю, вот белка и стрелка, они слоем бросились, и их все обнимали, целовали этих собак, и так же спустилось хорошо, чернушка, которая потом делала лужи у нашего стенда в этом цеху, вот, и звездочка, они хорошо переносили. Вот, собственно говоря, собаке дали уверенность, что человек тоже перенесет это. Ну, вот так, но, я скажу так, когда вот чернушка применяют, ей выстригали шерсть, там, вживляли ей датчики, кстати, космонавтам тоже не сладко было, им тоже так приклеивали, правда, эти датчики, особенно жаловал Телионов, он говорил, он же очень волосатый, и говорит, вот, отдираешь эти датчики прямо со своими волосами, а потом, когда им готовили лажементы, они же делали из теплого парафина, чтобы точно у него лежало тело, ну, чтобы как можно меньше перегрузок испытывали, вот, и Леонова Бедова тоже положили в этот парафин, а потом отодрали у него голосы, он ужасно ругался, ему больно было, так вот, я хочу сказать собачки, конечно, когда их сажали в эту капсулу, ну, там, приучали к лотку, приучали из кормушки брать еду, мне всегда жалко их было, ужасно, они такие замученные, какие-то покорные, вот, ну, возвращались на землю, и знаете, их очередь была, чтобы их разобрать, потом каждый жил по-царски, каждый песик, который вернулся из космоса, его обязательно, особенно эти медики, которые работали в МВП, в медико-биологическом институте, медико-биологических проблем в институте, они прямо в очередь стояли, чтобы эту собачку потом взять себе, и они жили потом очень по-царски. Дерочка, а был конкурс между животными, был какой-то, кого, почему именно собак выбрали? А, собаки, вы знаете, и выбирали собак, не просто породистых каких-то, а наоборот, дворняжек, они потому что больше приспособлены к жизни, у них уже такой, знаете, иммунитет, добыть еду, быть терпеливым, быть под дождем, под снегом, лежать где-то там в закутке, под деревом и так далее. Вот, вы знаете, и собаки, они более, так сказать, дрессированные. Вот американцы, например, они брали обезьян, потому что считали, что интеллект обезьян, конечно, он такой, почти как у человека, вот, ну, потом они отказались ведь от этого, потому что нервная система их, она не выдерживала, у них же нет вот такой человеческой сознательности, и они пиховали, просто, вот, знаете, впадали в транс, в истерики, вот, а собаки, друг человека, действительно, еще Павлов это заметил, и они старались, старались выполнить все, что от них требовалось, вот, вот так вот, я думаю, собака, все-таки, она, ну, выбирали именно дворняжек, совершенно, вот, таких, которые, невысоких кровей, которые, не приспособлены, которым, которыми нужен уход, вот сейчас меня собака ждет, чтобы я ее покормила, потом, чтобы я ее там, погладила, ножки ей помыла, дворняжек, таких претензий нету, вот, поэтому, вот, выбрали собак, кстати, вот, субербитальные полеты, когда просто поднималась, значит, на маленьких ракетах, ну, типа, вот, геофизические ракеты, и спускалась, это давно, Благонравов академик, он давно изучал организм и поведение собаки при подъеме и при спуске, и, в общем-то, он уже сказал, что да, собаку, действительно, в космос можно пустить собаку именно. Понятно, спасибо. Виталий. Хорошо, Лёва, пожалуйста. Если можно. Вы знаете, у нас очень такой серьезный и очень интересный разговор, а вот чуть раз вопрос полегче в связи с собаками. Вы знаете, я книжку вашу не читал, еще не нашел, но у вас много публикаций в журнале ОКБ МИИ, в том числе и о собаках, и у вас была фотография. На фотографии там 9 собак и все, извините, женского рода. По именам. Вот тут вопрос тогда возникает, а почему все собачки женского рода, ведь мужчин в основном пускали-то в космос. А у вас нет собаки? Нет. Ну, нет. А у меня есть собаки. И что? И вот я вам скажу, что самые верные собаки это сучки, а не кобели. И самые послушные. У меня, к сожалению, уже две собаки ушли из жизни. Вот. И сейчас третья собака. Вот. Но я хочу... Да. И они подобраны. Они у меня дворняжки. Обе были, так сказать, брошенные кем-то. И я подобрала. И они у меня прожили хорошую жизнь. Одна собака прожила 11 лет, а вторая 12. Вот. А знаете, во-первых, значит, женщин пускали собак, потому что хотели проверить, как потомство. И вот спокойно белка-стрелка родили щеночков. И один щеночек уехал в Америку и подарили, значит, по-моему, жене Кеннеди подарили одну собачку. А потом, вы знаете, по моему опыту, все-таки собаки женского пола, они более послушные, более нежные, более такие, ну, все-таки вот ласковые, послушные. Не знаю. А вот эти кобели, да, попробуйте, вот весною, да, они убегут, они даже забудут, что у них хорошая хозяйка, они побегут, значит, когда течка есть у собак, они убегут, а женского пола нет. Спасибо большое, извините, может, по-бросски такой, серьезно, спасибо, спасибо. Ира, большое спасибо вам за доклад, очень приятно было сегодня с вами встретиться. А я как рада вас видеть? У меня такой вопрос, Королев ездил в Германию, чтобы ознакомиться с достижениями немецких исследователей по Фау-патрону, наверное. Вы не знаете, что-то было взято из этих исследований, и как там с антеннами было дела на Фау-патронах? Как с антеннами и были ли антенны, я не знаю. А, конечно, то, что и американцы, и мы захватили часть, американцы больше, они захватили готовые уже ракеты. Да, Вернерфон Брауна, да. Ну, Вернерфон Брауна это гениальный совершенно конструктор, гениальный. Такой же, как Королев. Их на одну доску можно поставить по тому таланту, который у них был. Это замечательный вообще. Вернерфон Брауна страшно уважаемый нами конструктор. вот. Так вот, значит, и, конечно, это очень продвинуло. Вот первая ракета, Р-1, была собрана точно прямо по документации Вернера фон Брауна, но только все компоненты были отечественные. Ну, сталь была отечественная, соплы, все было отечественное, из отечественных материалов. Вот. Но это, конечно, очень продвинуло дальше работу. И уже Р-2 ракета, она уже была королевская. Это с его двигателями, вот с Глушковскими двигателями, и с его пониманием. Ведь он с самого начала уже знал, что ракета, вот точно как Циолковский предполагал, что ракета это будет поезд. И вот до сих пор вот эта ракета Р-7, она до сих пор работает. На ее основе дальше наращиваются блоки. На Луну это уже четыре ступени, там вокруг космонавта, вокруг земного шара это три ступени, а у Королева была двухступенчатая ракета. И она до сих пор является основой для всех ракет. И даже вот когда у нас была ракета Н-1, и когда мы готовили Буран и был пуск Бурана, все равно вот эта идея была королевская. У Вернера фон Брауна немножко был другой ключ. Но то, что его работа подвинула и американцев, и у нас, конечно, это факт. Спасибо. Очень приятно было видеть тебя. Хорошо. Ну, какие еще вопросы есть? Вроде бы ни у кого нет вопросов. Тогда мы обычно переходим к комментариям. Есть желающие выступить? Люда, по-моему, тянет руку. Люда просто поправила компьютер. Мила не желает. Светлана первая успела поднять руку. Светлана, пожалуйста. очень приятно было видеть такого молодого творческого человека. Удивительно просто образец для всех, для нас. И очень живой, очень литературный рассказ. Я, конечно, понимаю, что София причесала, но у вас такой живой, такой образный язык, что создает прямо эффект присутствия. Большое спасибо вам. просто образец для всех, для нас, как надо жить и как надо чувствовать. У вас действительно абсолютно молодая душа. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за добрые слова. Спасибо. Пожалуйста. Я уже сказал спасибо, хочу повторить. Знаете, потому что я как раз больше ценю в данном случае не слог, а то, что вы рассказали о вашей практической работе. Я ведь тоже инженер, я говорил по профессии инженер-радист и кончил только в разное время. Мы с вами ходили по авиумоторной улице, по Красноказарменной, потому что я окончил институт связи, в который упирается наше основное здание, ваш основной корпус. Я окончил в 52-м году, а вы закончили позже. Поэтому мне было невероятно все это интересно. Ну, что касается космоса, то из нашего выпуска более раннего, 52-й год, тоже попали несколько человек, которым повезло. Ну, одну фамилию вы, скорее всего, знаете. Это Юлий Ходорев. Может быть, слышали, он был научным руководителем у Савгеева в его институте. Он был его заместителем. Ну, неважно. Важно то, что вот особенно приятно. И знаете, а про Королева я уж тогда скажу, почему я так спросил. Вот, распределение в 52-м году было ужасно, и, в общем-то, отделили от радиотехнической работы, но потом я все-таки сделал шаг и вернулся. А вернулся я в тот институт, в НИИТР, который разрабатывал видеомагнитофоны. И вот наши видеомагнитофоны сначала кадр один, а потом кадр ТИПМ усовершенствованный, вот они-то и записывали для гражданских целей. Я не имел никакого контакта с военными, никакой секретности. Ну вот, первые аппараты были на Шаболовке, и они их только осваивали. Там было, по-моему, четыре аппарата, и мы как бы нуждались взаимно, потому что они осваивали эту новую, еще сыроватую аппаратуру, очень сложную, видеомагнитофоны. А мы, я, в частности, интересовался результатами эксплуатации. и у меня был туда пропуск на Шаболовку постоянный. И я в этот день пришел туда, зная о запуске. И вот, когда я пришел, я увидел просто унылые лица, совершенно унылые. Я упросил начальника смены покурить. Я не курил, но он-то курил. И на все мои просьбы он сказал, что было запись. Я говорю, так дай посмотреть, дай посмотреть. Я не могу. А что было? Ну, он кричал и ругался из космоса. Из космоса Королев. То есть, он понимал уже тогда, а я думаю, еще и до запуска, чем это может закончиться. В общем, этот рулон у них изъяли. Поэтому он сказал, хотел бы даже показать, но не могу. Как только закончилось, рулон забрали. Никогда я не видел этой записи. Не знаю, может быть, вам показывает. Очень грустная, печальная запись, потому что довольно много проникает, как это было, когда его назначили на полет, а он-то понимал, что все сыро и нельзя не отработано. Это вы только что перед этим подтвердили. Ну, вот стремление показать, какому-то празднику обернулось не показом праздника, а показом очень грустного. Потому что, на мой взгляд, Комаров, я, может быть, оговорился, называя Королев Комаров, я, конечно, о Комарове говорю. Вот. Это человек, как рассказывали, один из самых, если не самый, грамотный в техническом отношении среди, в отряде космонавтов. и он-то понимал, насколько система не отработана, потому что, ну, конечно, разговоры-то все такие, что из нескольких запусков, там, чуть ли не половина или больше половины были неуспешными. А мне тоже кажется, что он понимал. Да, он понимал. Поэтому, конечно, эта фигура выдающаяся и, к сожалению, трагическая. трагическая. Ну, вот, в остальном особенно еще раз спасибо за ваши подробные записи в АКБ. Мы и в журнале, и на радиостанции «Аврора». Их еще предстоит посмотреть. Спасибо большое и вам всего самого доброго. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо за внимание. Это у меня. спасибо вам. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы выслушали. Я даже не знаю сейчас сколько времени я говорила. Я волновалась, что я долго говорил. Нам было очень интересно. Очень. Да нет, это подарок для нас. Это подарок. Пол девятого, боже мой, да. Сколько же я говорила. Это подарок для нас. Виталий, я могу сказать слово? В знак благодарности я хочу сказать. У меня очень много воспоминаний о Рерихе, об Индии. Если хотите, я с удовольствием еще раз с вами встречусь. Я расскажу вот его космизм, его интерес к космосу. Он же каждый раз, когда мы приезжали в Бангалор, прилетали в Бангалор, он с нами обязательно встречался не один раз, пока мы там были. и вот эти разговоры о космизме вообще, о рассказах о его картинах. Это очень, очень, очень интересно. Я с удовольствием с вами поделюсь вот этими воспоминаниями. Если вы меня пригласите, то с нами что? Конечно. С огромным удовольствием. Очень интересно. Спасибо. Спасибо. Я подготовлюсь. У меня фотография. А вы его видели, когда он был в Москве, Святослав Рерих, нет? Нет, нет, в Москве я с ним не встречалась. Очень было бы интересно, невероятно интересно. Ой, а его речь какая, вот вы знаете, это настоящая русская, такая петербургская речь, так он стал обоих, или как, ну как ваши дела? Вот у него просто, вот его заслушаешься. Вот, и он нас приглашал в свою усадьбу, рассказывал, показывал картины, я вам расскажу, это очень интересно. Мечательно. Виталий, может на слово? Нет, Игорь, уже слово нельзя, мы завершаем сейчас. Единственное, что я хочу спросить, может быть, Кира Константинна, может быть, что-то завершение сказать, но мы уже завершаем сейчас, потому что, что-то завершаем сейчас. Окей. Если нет, то мы запрощаемся, и спасибо, спасибо, переконствуйте мне большое. Спасибо за внимание, спасибо за внимание, очень приятно, и вопросы интересные, спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего вам самого доброго. Здоровья, и всего самого доброго. Спасибо вам большое. Спасибо.